Пошло Пошло Тяжело Вроде идет Открой Тяжело А что оно не начинается? Подожди Хорошо О, по идее начинается Камеру держите прямо Пожалуйста Как слышно? Напишите в чат, пожалуйста Коллега сегодня Данил меня зовут, всем здрасте Сегодня мы вам покажем Парад поездов на большой кольцевой линии Приуроченный ко дню московского транспорта Всех коллег мы поздравляем Поздравляем всех сотрудников транспортного комплекса Потому что без транспорта Жизнь в Москве была бы Вообще невозможна Все, слышно хорошо? Все отлично Сейчас мы находимся на станции Кунцевская Арбатско-Покровской линии И сейчас мы с вами перейдем На станцию Кунцевская большой кольцевой линии Вот И уже будем ожидать парадную колонну Пойдемте Минску большой привет Да Все работает Все видно Все отлично Замечательно Ретро-поезд Сейчас по идее должен приехать в 15.39 на Кунцевскую Вот Надеюсь что расписание нас не подведет Что на линии нет минуса Нет, минус ладно Главное чтобы оно соответствовало На это надеяться Что расписание будет соответствовать Владимир Викторович в чате Полина Морозова Вам большой привет Кишинева большой привет Ретро-поезд сейчас должен на Кунцевскую приехать Вот мы сейчас идем Добрый день Наш подписчик Как поживаете? Передавайте привет Передают мне чуточку микрофона Погромче Погромче совсем немножко Погромче 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 Сейчас по ситуации посмотрим Сколько людей Куда нам будет удобнее сесть Мы сейчас посмотрим Может быть там в середине будет Ни пройти ни проехать Нам придется где-то ближе к концу садиться Поезда Поезда сегодня ходят по большой кольцевой линии Против часовой стрелки Против часовой стрелки Ник Гуз отправил 100 рублей Привет красавцы Спасибо большое за донат Нам очень приятно Поздравляем с праздником Спасибо Всех поздравляем Пишется сейчас ретро состав Прибывает на Терехово То есть скорее всего нас не обманули Следующая станция у нас конца списывается Ну вот он сейчас приедет я думаю Донецку большой привет Город Орловка привет Тамбову большой привет Екатеринбургу привет Да я думаю надо ближе к началу пойти Даниилу привет Всем здрасте Всем большой привет А может быть не вам привет передавали Давайте вот здесь остановимся Следующий поезд должен прибыть через 2 минуты 30 секунд Ну как раз думаю 15-39 Думаю расписание совпадает все таки Алексей Алексеев пишет Всем привет от Алексея Алексеева Поздравляю с праздником Можно привет в эфир Конечно Алексей Алексеев Вам большой привет На сегодняшнем параде А также присутствует уникальный в своем роде состав Номерной точка 6 Думаю все знают Эту такую необычную довольно модификацию По Людмиленско-Дмитровской линии она ездит И вот решили Было принято решение ее пустить вслед за номерным в парадную колонну Сейчас ожидаем ретро поезд Сокольники Ретро поезд был выпущен в 2010 году Ко дню рождения московского метрополитена Создан на базе номерного Но внутри салон стилизован под оригинальный состав типа А Самый первый состав на московском метрополитене Когда в него заходишь, ощущение непередаваемое Такое ощущение, что ты действительно переносишься в какую-то советскую эпоху Достаточно теплое, уютное освещение, мягкие диваны Непередаваемые Сейчас мы вам все покажем По сути, один из самых комфортных поездов Ну, один из самых комфортных поездов на метрополитене из старых типов Да, скорее всего, точку 6 за место Яузы в колонну поставили Яузы не будет на сегодняшнем параде, к сожалению Но надеемся, что когда-нибудь все-таки она будет на параде У нас остается меньше минуты до прибытия поезда Да А мы его сейчас увидим там из-за поворота Как он будет? Мы все поезда покажем вам сегодня, абсолютно все Ну, смотрите, тип Б, он, по сути, ничем не отличается от типа А Вот, там какие-то чисто технические характеристики более улучшенные Ник Гус отправил 100 рублей Накатался сегодня с утра в первых вагонах свободно Машинисты, правда, какие-то скучные Столько людей им махало, а в ответ сигналили только ЕЖ-3 Утром, да, действительно, было не особо много людей Сейчас, думаю, будет побольше Пожалуйста, оператор Снимаем прибытие Кстати, на данный состав не показывает табло загруженность вагонов Руслан, ожидайте, пожалуйста, на электрозаводске Там, где вы закончите Вагон просто, что не может не радовать Расскажите свои впечатления о данном вагоне Вагон теплый, комфортный, в принципе, очень приятно в нем ездить Каждый раз, когда я еду на смену по законческой линии от станции Салариева Либо до станции библиотеки мне Елениной или проспекта Ирнадского Чаще всего выпадает мне именно этот поезд Ну, с утра, когда пассажиров нет, очень комфортно Очень комфортно То есть, вы на работу очень часто ездите на данном составе? Да! Ничего себе! Вот представляете, человеку как везет Он практически каждый день попадает на данный состав, когда едет на работу Вот представляете, да? Замечательно! Парад будет еще так же и завтра Вот, сможете увидеть и завтра еще эту колонну Давайте перейдем к обзору вагона Покажите внешний вид, покажите лампы Ну, как я уже и говорила, состав по сути представляет собой номерной Который немного стилизовали Изменили полностью интерьер Лампы абсолютно другие То есть, под старые плафоны все Мягкие сиденья Пластик под линкруст Но форма окон такая, как у номерного осталась Приклеили точно такие же по форме, как у номерного В принципе, очень теплый, очень уютный вагон Даже, смотрите, схему стилизовали Повесили старую рамочку, приклеили на нее схему То есть, как было в оригинальном вагоне типа А Давайте пройдемся по вагону, покажем вам В принципе, опять же повторюсь, такой же номер обычный, но Немного Он абсолютно Внутри Переделанный Обзор на поезд Русич Сегодня мы снимем Сегодня мы снимем Обязательно На следующей станции будем выходить И ждать состав легендарной ЕЖ-3 Давайте спросим нашего оператора Какие у него впечатления? Очень крутые впечатления Всем привет! Передает атмосферу тех лет С чего создают эти лампочки Вот этот салон Что еще? Наверное, линкруст Понятно сделал пластик, мы видим это линкруст И вот эти Вот эти Мягкие сидения, грубо говоря Класс! Офигенное чувство Вот видите, многим нравится данный вагон Потому что он действительно, он какой-то другой Заходишь и прям ощущаешь вот ту советскую, такую теплую атмосферу Замечательно! На самом деле, хотелось бы уточнить, что на большой кольцевой линии очень хороший профиль пути и на старом подвижном составе очень приятно на нем ехать Нас не трясет, нас не колбасит со стороны в сторону То есть, опять же, большой плюс этого кольца И действительно необычно увидеть вот такой состав Очень необычно На самой современной линии Вообще необычно Нас смотрят уже 220 зрителей Спасибо вам большое, что смотрите Большое всем привет! В кабину машиниста мы не пойдем, потому что у нас нет разрешения Хулиганить мы не будем Давайте пройдем туда Ведем сюда Мы сейчас едем К Сан-Саминьевской Будем выходить Будем ждать следующий состав. Южно-Сахалинску большой привет. Да, мы сейчас на Аминьевской будем ждать следующий состав. Некоторые люди так удивленно смотрят, когда смотришь, что что-то какие-то составы странные. Сейчас мы вам снимем отправление поезда. Машинисты нас поприветствовали. Итак, мы сейчас пойдем к середине. Большое спасибо локомотивной бригаде «Электродепо Северное» за то, что нас так прокатили. Не в кабине. Не в кабине, замечу. Мы послушали. Следующий поезд у нас ЕЖ-3. Расскажите что-нибудь о ЕЖ-3. ЕЖ-3. Что я про него могу рассказать. Но в детстве, я помню, что очень часто на них катался Патаганско-Краснопресненский на типах ЕНО-Филювской линии, на Арбатско-Покровской. Но так как я с этими составами толком не работал, про них ничего не могу сказать. Они близки к номерным, но выпускались гораздо раньше. Вот, кстати, заметьте, и на ЕЖ-3 тоже нет индикации загруженности вагонов. То есть просто показывает время прибытия. Минута 4 секунды. Спрашивает, почему ЕЖ-3 прыгает? Потому что там не такая совершенная система подвешивания. Да, у них рессорное подвешивание, соответственно, номерных она была улучшена. Хотя даже в вагонах 717 серии на какой-нибудь замоскворецкой линии он прыгает так же, как и ежик. Смотрите, едет наш замечательный состав ЕЖ-3. Светит своими фарами, прожектором. Как раз, собственно. Встречаем ЕЖ-3. Электродепо планерная суда. Тот самый звук детства. Тот самый любимый темный звук. Как раз подписчики в первом вагоне сидят. Вас заметили, нас заметили. Мы сейчас в какой-то третий вагон, зайдем. Извините, а можно привет передать? Я подписчик про метро уже полгода. Конечно. Передаем привет всем своим родным, близким. И поздравляю вас с праздником, днем московского транспорта. Спасибо большое. Как вас зовут? Андрей. Я был на предыдущем параде, я просто не подходил. Заметим, что станция у нас объявляется вручную машинистом. Машинистом-инструктором, да? Потому что в кабине у нас три человека находятся. В записи у нас нет информатора на этот поезд. То есть его не прошили, да? Нет. Объявляют машинистом. Вот представляете, каждую станцию машинист объявляет вручную на данном поезде. Невероятно. Это, наверное, устанешь говорить целый день. Целый день, да, это тяжело. Вижу Сахалинскую и Комсомольскую на Амуре большой привет. Идем сейчас в парад-поездок в прямой фирме из Москвы. Смотрите, единственное что, здесь мне не нравится в данном ЕЖ-3. Посмотрите на цвет у дверей, они лимонные. В целом, это тот самый замечательный ЕЖ-3 согласно как на Пресненской линии. Тот самый, на котором я думаю, многие катались и хотят, чтобы он вернулся. Давайте покажем салат, пройдемся. Смотрите, тут точно вот длинные сидения, которые все так знают, помнят. Все точно такое же, какое было на Таганской разнообразной линии, когда эти составы эксплуатировались. В своем роде эти составы, они были реально инновационными. В них появился гофрированный музык, в отличие от типа Г, Д. Поэтому легендарные составы очень надежные, столько лет проработали. Это просто невероятно. А вы хотели бы, чтобы составы вернулись на линию? Ну, конечно, хотелось бы вспомнить детство и покататься побольше на этих составах. Но ничто не вечно. И этим составам тоже пора, в принципе, на покой. И их заменят более новые, усовершенственные составы. Смотрите, пожалуйста, нас нашли подписчики. Покажите, подписчики нас нашли. Сколько людей. Смотрите, Ник Густ отправил 100 рублей до нас. И пишет, мы с ним так похожи, тоже живу на Сокольнической линии, езжу с Юго-Западной. И в 70% попадается ретро или другие тематические составы. Человеку очень сильно везет. Ты везунчики, я смотрю. Конечно. Красная стрела, ретро-поезд. Это наши ребята. Все время с ним видимся. Сколько уже было поездов? Ну, мы сейчас едем на втором поезде в парадной колонии. Это Ежетри. Да, опять же, стоит заметить, что состав у нас прошел капитальный ремонт. Наверное, все об этом знают. Но главное отличие, то, что у нас сейчас установлены в этом составе антивандальные сидения. Опять же, заменено освещение. Отсутствует кабина машиниста в промежуточном вагоне. Самое главное отличие. Ну, вот именно как раз люди и спрашивают, а где круглые плафоны? Мол, это не истинный Ежетри. Ну, после капитального ремонта мы повесили обычные люминесцепные помни. Опять же, у нас существует на метрополитоне такая вещь, как изолированная, неперекрываемый только раздел между контактными рельсами. Когда старенький подвижной состав со старыми плафонами, со старыми лампами проходил этот участок, чаще всего освещение гасло. Я думаю, взрослые люди, более старшее поколение помнят этот момент, когда состав заезжал на станцию, освещение гасло на полсекунды и включалось обратно. Ради этого еще были заменены эти лампы на энергосберегающие и инстинктные освещения. В них бус отправил 100 рублей. Расскажите, пожалуйста, о Ежетри колбасе даже на большой кольцевой линии. Проедем еще один перегон. Еще один перегон проедем? Почему колбасит так сильно Ежетри? Потому что, по факту, подвешивание здесь очень слабое, если сравнивать с современными составами. Подвешивание здесь очень жесткое. Поэтому, когда вы едете, да, прям ощутимо, что состав так прыгает. Но, опять же, из-за профиля пути не так сильно состав колбасит. То есть мы едем и даже стараемся не держаться за поручни, потому что, ну, это необязательно. Вот он даже и подпрыгивает, но мы стоим очень устойчиво. Да, вместо Яуза запустили номерной точкой 6. Мы обязательно до него дойдем, покажем. Вот. Нет, слушайте, ребят, нельзя на Таганской Краснопреснской линии проводить парад чьей поездов. Это будет ужасно. Да, ребят, спасибо большое тем, кто присылает донаты. Мы после стрима купим мороженое. Спасибо большое. Да, это не канонический линкрустовый ЕЖ-3. Дело в том, что линкруст давно убрали из составов. Поэтому он пожароопасен. Его заменили на более безопасный пластик, который не горит. Владимир в чате переписывается с вами. Почему на парад не хотят пустить легендарный номерной с маской 222? Потому что хотят брендовый номерной выбор. Нет, даже дело не в том, что состав остался один. Он не прошел капитальный ремонт, по сути. Но его вид, хотя бы эстетически, не подходит для парада поездов. Идемте в начало. Что там с Яузой? Яуза? Не пригла... Здравствуйте. Провожаем ЕЖ-3. Кстати, помнится, на прошлом параде даже были такие трафареты. Да, да, да. Вот стилизованные под старые. Вот как раньше были. Любители такие трафареты делают, очень качественно, очень красиво. Сейчас мы ожидаем с вами номерной. Номерной, скорее всего, будет брендовый, то есть бренди Московского транспорта. Самая красивая станция... Кстати, смотрите, одна из самых красивых станций. Одна из. Невероятно. А что если Москву-2020 стилизовать по типу А? Ну, вы никак не стилизуйте Москву-2020 по типу А. Потому что это абсолютно другой состав. У него другое механическое оборудование, другой кузов, другая дверная система. Поэтому... А можно вопрос? А Владимир Викторович? 81-725-726. Отправил 100 рублей Яше на корм, а то, наверное, бедненько вы его не кормите. Яша, к сожалению, несколько дней пропал на улице. Его, к счастью, Владимир Викторович нашел. И с ним сейчас все хорошо. Кормят его, его любят. Все хорошо. Так, следующий поезд у нас, я так понимаю, 81-717 номерной. И как раз на него показывает индикация свободности вагона. Как-то непонятно, почему именно... Ну, скорее всего, потому что номерной прошел капитальный ремонт у нас. И, возможно, на него добавили одну из таких новых бюджет. Ник Гус отправил 100 рублей. Ну, все, значит, жду отчета после стрима, как вы покушаете мороженое за мои донатики. Обязательно. Обязательно мы купим мороженое. Так, едет номерной. Электродепо Лихоборы, я так понимаю. Электродепо Лихоборы. Прошедший капитальный ремонт, так сказать, брендированный. Встречаем бригаду. Ну, как я и говорила, номерной он в бренде московского транспорта, там на Макаратика, переломка. Заметьте, как просторно и светло в данном номерном. И достаточно необычная окраска салона. То есть все в таких голубо-белых тонах. Необычная. Выглядит очень сегременно. 81717 номерной. Грубо говоря, это продолжение ЕЖ-3. То есть примерно такой же кузов, примерно такие же двери, такие же зубы. Но технически это другой состав. Очень удачная модель. В странах СНГ использовалась. И до сих пор составы эти, как некоторые говорят, они вечные. Массовые составы. Ими заменили большинство старых составов. В, Д, М. Сейчас, к сожалению, классические номерные, выведенные из эксплуатации, осталось только .5 и .6. И то .5 уже совсем скоро уйдут на покой. Их заменят в новые, современные, комфортные поезда. Давайте покажем салон. Покажем двери. Покажите двери. Ник Кузо отправил 100 рублей. Отчет с селфи с мороженым с ДУВК. Хорошо. Нет, смотрите, сейчас после номерного будет .6 номерной. Довольно необычная модификация. Камида чем-то смахивает на 81 740 тысяч. Немного. Здесь у нас информатор записан, кстати. Да, здесь информатор записан. И на прошлом параде, кстати, тоже, по-моему, ЕЖ-3 не было. Ну, скорее всего, да, хоть у нас в ЕЖ-3 установлена система СНП, но она, наверное, не рассчитана просто на такое большое кольцо. И мне просто не хватает памяти. Даниил отправил 300 рублей. Приветствую, вы очень крутые. Люблю смотреть ваши стримы. Жаль, что стрим нельзя перематывать. Сколько планируете сделать кругов по всем вагонам с парада? Слушайте, мы планируем, пока у нас все не разрядится. Ну, мы вроде подготовились, у нас все заряжено. Все пауэрбанки на месте, все провода на месте. Все заряжено. Будем заряжаться в Москве. А возможно запустить новогодний ЕЖ-3 на БКЛ вместо ТКЛ? В этом нет никакого смысла просто. Ну, как? Возможно, смысл есть, но по старой доброй традиции, так как ежики курсировали у нас на Таганско-Краснопресницкой линии, новогодний также пускает и туда же, где он раньше эксплуатировался, с пассажирами на постоянной основе. Да, кстати, новогодний ЕЖ-3, он, понимаете, такие впечатления создает, когда ты попадаешь в него. Ты вспоминаешь детство. И то есть вот на Таганско-Краснопресницкой линии он к месту. То есть ты вспоминаешь свои какие-то юношеские годы, как ты катался на ЕЖ-3. Ехал на учебу, на работу, по своим делам. Ну, так как Большая Кольцевая линия – это новая инновационная линия, ну, не так сильно подходит под нее, и таких ламповых воспоминаний здесь не будет. Как на той же Таганке, или, например, Кольце, может быть, на Белевской линии, кто просит меня электродыковки. Да, но на Таганке к месту. Спасибо большое за поздравления с праздником. Еще раз поздравим всех сотрудников транспортного комплекса с Днем Московского транспорта. Спасибо вам большое за вашу работу. Без вас бы Москва бы не жила. А правда, что на Замоскворецкой линии запустили на обкатку «Москву-2020»? Не слышали такой информации? Один или два раза «Москва-2020» каталась по Замоскворецкой линии, но на постоянную обкатку ее не запускали. Владимир Викторович готовит новое видео для вас, поэтому его сегодня нет. Он работает. Спрашивает, насколько глубоко изучают сейчас конструкцию подвижного состава. Изучают настолько, чтобы машинист понимал, как работает машина и как выходить из неисправности. То есть сам принцип работы изучают. Совсем глубоко не изучают, потому что смысла в этом нет. Сейчас поезда современные. Глубоко совсем изучают конструкцию подвижного состава и ремонтный персонал. Алексей Алексеев отправил 100 рублей. Еще раз всем привет. Хочу пожелать вам хорошего дня и отличного настроения. На следующий парад поеду с вами, буду помогать. Алиса, купи себе вкусное мороженое. Алексей Алексеев, спасибо вам большое. Обязательно купим мороженое. Так, выходим. Сейчас будем провожать. Наш дорогой номерной в бредовом окрасе. И будем ждать следующий состав. Большое спасибо локомотивной бригаде электродеполе Поборы за то, что они сегодня работают, за то, что они дарят нам такую красоту на большой кольцевой линии. Так, мы сейчас находимся в городе Москова, в московском метрополитене. Ведем из него трансляцию с большой кольцевой линии, с парада поездов. Кунцевский пишет, передавайте привет Даниила. Вам передают привет. Спасибо вам большое. Также, ребята, хотелось бы вас попросить, если вдруг вы нас встретите, и также присутствуете на параде, пожалуйста, соблюдайте правила пользования московским метрополитеном. Не подвергайте опасности ни себя, не заставляйте нервничать машинистов, локомотивных бригад. Очень вас сильно просим. Да, потому что это ваша безопасность в первую очередь. Если вы фотографируете поезда, пожалуйста, делайте это на расстоянии, не на краю платформы. Сенсай Кулкэт отправил 100 рублей. Здравствуйте, это мой первый донат, который я доначу сам первый раз. Поэтому поздравляю вас и всех парад поездов. Хорошего стрима. Спасибо вам большое. Всем большое спасибо. Сейчас мы ожидаем. Так, следующий поезд у нас должен быть точка 6, 81717, по логике вещей. Но, опять же, у нас нет информации о заполняемости вагону. Ну, скорее, да. Ждем. Через 45 секунд должен приехать. Потому что, по-моему, кстати, первый раз, когда точку 6 выпускают на парад. Да, точка 6, первый раз присутствует на параде. И люди давно просили ее выпустить на парад. Потому что достаточно, это вообще какой-то необычный состав. Ну, в свое время хотели что-то придумать недорогое. И ребята модернизировали номерной. Но особой популярности это не снискало. Конечно, этот номерной эксплуатируется в разных городах России. И вот он, кстати, заезжает на станцию. Встречайся, 81717.6. Впервые на параде поездов. Впервые. Представляете? Впервые на параде. Ник Бус отправил 100 рублей. Вот, кстати, Алиса, вы говорите, что была бы возможность, вот пошли работать на другие линии. Я живу на северо-западе, я пошла бы на Таганско-Роснопресненскую, в электродепо Планерное. Ну, или, может быть, в электродепо Митина. Это вот ближайший депо. Мы сейчас находимся внутри 81717.6. Это глубоко переработанный номерной. Глубоко переработанный. Что-то среднее между номерным русичем. Да, переходная такая модификация. В салоне есть черты русича. И, опять же, это, по-моему, первый номерной, у которого есть электропривод дверей. То есть, двери закрываются не по пневматике. А, электропривод. А, да, электропривод. Как на современных составах. Да. Но сейчас большинство составов такого типа имеют как раз-таки пневматический привод дверей. Ну, это небольшая особенность. Данил, здравствуйте. На какой линии вы работаете? Подскажите, пожалуйста, какая линия вы больше нас? Данил работает вместе со мной на Пилевской линии. Да, мы с Алисой коллеги. Электродепо Филия. Соответственно, Пилевская линия нравится больше всех. Это моя родная линия, где я начал свой путь в метрополитене. Как я захотела стать машинистом? Давно хотела. В итоге, в этот прекрасный момент я решила, что надо действовать. Время течет, чтобы потом не жалеть. Валентин отправил 100 рублей. Про Ветро Геймс. С 4 июня вышла игра метро-симулятор 2. Машинисты пробовали, и как им игра? Я вам скажу так. Я во все эти игры не играю, связанные с метрополитеном. Потому что мне хватает работы. У меня, получается, игра в реальном времени. Настоящая. Мы каждый день играем в тот же самый метрострой, только в реальной жизни. В реальных условиях. Давайте покажем данный модификатор. Смотрите, здесь принудительная вентиляция на потолке. Вместо классического воздухозаборника. Поручни. Разделены сиденья. 3-3. Электропривод дверей. Дальше в кабине машиниста находится эвакуационный трап. Что достаточно необычно. Аварийное открывание дверей. Тоже на каждый дверной проем, потому что двери с электроприводом. Позволит. Алексей Алексеев. Фотоотчет будет. Вы же сказали, что фотоотчет будет. Мы выходим? Да, мы сейчас выходим. Ждем следующий состав. Смотрите, даже вот лампы, которые сигнализируют о состоянии оборудования Они даже не полностью показывают количество вагонов Нет, я говорю по индикации на самом вагоне Видите, индикация на закрытие идет Индикация на закрытие И двери так плавно закрываются, тихо Чувствуется прям, что электро... Спасибо большое, автомативной бригаде электродукоп-печатник Вот про что я и говорила Пульт похож на 81740 Скорее всего этот состав прошел тот или иной ремонт Потому что мы видим некоторые изменения в маске, в его раскраске Она более такая темно-серого цвета В принципе, очень красивый состав World Wheel Virtual Reality Organization отправил 100 рублей От Всемирной Организации Виртуальной Реальности На мороженое или, если останется, на развитии канала Жду на печатниках Сокольники Ретро-состав Спасибо вам большое за донат Ник Гус отправил 100 рублей Ну про правила, Даниил, вы хорошо сказали Сегодня вот ездил с утра Из ЕЖ-3 устроили турники Дети подтягивались на поручнях Просто слов нет Ребят, мало того, что вы занимаетесь вандализмом Когда совершаете такие действия Не надо так делать Вы можете сами травмироваться Очень сильно повредиться Вот оно вам надо? А у нас на подходе Русич 81740 Точка 4 Насколько я понимаю Из электродепо Измайлова Измайлова все-таки? Не из Митина? А, значит Митина, да По-моему, Митинский Нет, яузы не было Вместо нее запустили дочку Один из массовых составов Которым полностью укомплектовали Арбатскую-покровскую линию В свое время Заменили устаревшие типы Е Которые уже работали буквально на последнем издыхании Для своего времени Достаточно удачная модель Достаточно современная Это, кстати, первый состав Где пытались внедрить систему кондиционирования Да, это первый состав Митрополитена Где все-таки Внедрили массовую систему кондиционирования салона Но сейчас По каким-то причинам Она не работает Видимо, есть принудительная вентиляция Но система кондиционирования не работает У нас в вагоне жарко Окна открыты, корточки Для своего времени Один из современных составов До сих пор помню те ощущения Когда стоишь на той же Смайловской Тебе надо ехать по сделан И вот после ЕЖ-3 заезжает 81-740 Вы не представляете Вот как будто заезжал космический корабль По впечатлениям Я тогда ребенком была Казал, что он такой новый Реально было что-то такое футуристическое Сейчас, конечно, смотришь Уже понимаешь Что состав на данное время устаревший Но он в свое время Дал толчок к развитию Да, развитию состава Других составов Но даже сейчас Он выглядит не таким устаревшим В принципе, современный состав Также присутствует Информационная табу Камера в салоне Система кондиционирования Здесь она работает Система сигнализации Закрытия дверей То, что мы видели на прошлом Типе подвижного состава Но эти составы создавались Для наземных линий метрополитена Это Бутовская линия Это Филевская линия Но, если смотреть правде в глаза Эти составы не очень подходят Для наземных участков Потому что погодные условия Дают о себе знать И инженеры, конструкторы Не предусмотрели те или иные Недочеты То есть это налить, мопрее рельсы И вот эта система Из состоящихся составов Состоящих из секций Где существует промежуточная тележка Она сама по себе Очень слабая Вот эта промежуточная тележка Между вагонами Которые находятся Создаются Час У этих составов Болезни именно с ползунами И дефектами колесных пар Потому что С вами понимаем Что вес вагона Распределяется На тележке На первую и третью тележке Вес идет достаточно большой И тормозные усилия При движении поезда Гораздо сильнее Нежели Чем промежуточная тележка Соответственно От этого Промежуточная тележка страдает Также Как сказать Небольшой нюанс Этого поезда Что не все тележки Имеют только приемники Не все Не все Только первые две Ну соответственно Как развернут вагон И как он ориентирован То есть первые две тележки Имеют только приемники Третья тележка Их не имеет Хочется еще заметить Также то Что вот Те недостатки Которые озвучил Даниил Они были конструкторами Учтены в будущем Да То есть Было понимание того Как делать не надо Что стоит сделать Вообще по-другому Это все было учтено Препроектировано 760-го 765-го И 775-го Также при доработке Русича Были учтены Некоторые замечания Самые распространенные Но это в основном Для пассажиров То что дверная магистраль Здесь имела Давление воздуха Напорной магистрали А то есть до 8 атмосфер Если Какой-нибудь нерадивый Пассажир Который все-таки Бежал Под закрывающиеся двери Попадал в них Ему С легкостью Могло сломать И руку И ногу И любую часть тела Которую он В принципе Засунул В эти двери Это было решено Воздухораспределителями Дверными Которые Так сказать Уменьшали давление воздуха Где-то порядка До 3-х По-моему Атмосфер Ну до 6-ти Где-то Что не создавало Травмоопасной ситуации Если человека Зажмет Этими дверьми Аноним Отправил 100 рублей Большой привет От 9-й дистанции Службы движения Не удивлюсь Если Лихобурский Номер поломается Мы надеемся Что ничего не поломается Все будет хорошо Никто ничего Загонять не будет По поломке Спасибо большое За донат Мы надеемся Что все составы Сегодня закончат Работу сами И своим ходом Доедут до электродепо Откуда они к нам приехали Ник Гус отправил 100 рублей Грусич сегодня С утра удивил Там сегодня Кондиционер в ударе Прохлада Не то слово Как сейчас обстановка Сейчас душновато Ну возможно Потому что Очень много людей Уже Возможно Мы попали Просто не в тот вагон Где работает Кондиционер Может быть В остальных вагонах Он работает гораздо лучше Леонатар Отправил 120 рублей На огромную булочку С мороженым Алисе Спасибо большое Скажи Алиса Почему корреспондент Не в форме Да не в форме Он сегодня Восле смены Да Сегодня я после работы Приехал к вам Спасибо большое За приглашение У меня сегодня Выходной Завтра Если сегодня Стрим у нас залетит Людям понравится Люди захотят продолжение Завтра Еще устроим стрим Я буду в форме После работы Поедем для вас Снимать ФТ-продолжение Нет, давайте Без заданий сегодня Заданий Давайте сейчас покажем Салон Русича Покажите пожалуйста Все Вот о чем мы вам говорили Вагон состоит из двух секций Станция Покажите Переход на Завтра Покажите Кстати Вот Обработка Двухсекционного Вагона Положила Развитие Сквозному Проходу Вагон Потому что Конструктор Понял Что да Это решение Удачное Это работает Не ломается И в принципе Почему бы И не сделать Сквозной проход Но это все Благодаря 81740 Благодаря Вот этим Межвагонным Переходам Да Мы сейчас находимся На Каширской Смотрите Кстати Очень достаточно Необычно Новые поезда И старые Составы Осторожно Лосуан Машинист Большой кольцевой линии Администратор Нашего сообщества Вконтакте Да Вы работаете Рот Это чей рот Я работаю Да Что Как вам день Сегодняшний Вы в прямом случае У меня даже Амарика была Вы все Вышли Благополучно Только я немножечко Испачкался Ваше мнение Парад Фейсов Другие составы Влияют На графику Движения Сбои были Какие-нибудь Или все штатно Все штатно Видите Как хорошо Парад Организовали Что даже Штатным составам Не мешает Вам придают Большой привет Да Вам тоже Привет Смотрите Кстати Наши мужчины В одинаковых рубашках В белых Чуть праздника За сквозным проходом На поворотах Весьма интересно Наблюдать Почему Дело в том Что на старых линиях Например Центрсокольнической Или та же Филевская линия Которая полностью Практически Проложена В кривых Необычно Смотреть Как изгибается Состав Как он Заворачивает Как он Поворачивает Это очень Красиво И Спрашивает Почему Вы такой Грустный Я не Грустный Просто Руслан Работящий Просто Я немножечко Серьезный Видите Он Серьезный Смотрите Дорогие Друзья В 740 Места Для интровертов Это Например Мое Самое Любимое Место В баконе Когда ты Сидишь И тебя Никто Не трогает Ни Слева Ни Справа Смотрите Нет Самого Лучшего Состава В метрополитене Какого-то Одного Каждый Состав Хорош По-своему И для Своего Времени Естественно Что-то Устаревает Что-то Выходит Из строя Что-то Ломается Это Естественные Процессы Абсолютно Естественные Да Надо В метрополитене Быть Бдительными Чтобы Ничего Не Произошло Спасибо Большое За донат Мы Обязательно Купим Себе Мороженое Кстати У нас В электродепрофиле Стоят Несколько Составов 81-740 Уже Выведенные Из эксплуатации И вот Когда-то Когда-то Эти составы Входили По Филевской Линии Потом Как-то Резко Очень Пришла Москва И вот Сейчас Даже Покойно Что-то Вдохомним Этих Составов Не Представляешь Как Они Не Представляешь Что Данный Тип Выйдет Стоят Смотрите, вам, может быть, больше нравится 760-й состав, кому-то нравится 75-й. Каждый состав хорош по-своему. Нету красивых, нету страшных, нету плохих, нету хороших. Выходим сейчас. Станция Калиновый-2. Платформа справа. Смотрите, следующий состав после Русича 81-760 АК. Платформа справа. Платформа справа. Провожаем 81-740. Проводили 81-740, мы ждем 81-760 Аква. Проводили 81-740, мы ждем 81-740 Аква. Но они там указывают время прибытия первого поезда, то есть ретро-поезда Сокольники. В Русище название станции над дверьми поменяли, да, схему поменяли на Большой кольцевой линии. Так, так. Здравствуйте, какой вам подвижной состав нравится? Москва 81-765.2 А мне нравится и 81-765, и 81-740, потому что если бы не 81-740, Москвы бы не было в буду. Один из моих любимых составов на моей любимой линии, родной Арбас-Покросской. Так, прибывает состав по 71-760, 761. Да, и также хотелось поблагодарить ребят из электродепо Митина, за то, что нас прокатили на Русище. По-традистому. Это ребята из электродепо Солнцева у нас уже. Помню. Модификация состава АК для Бакинского метрополитена как раз и положила историю составом со сквозным проходом. Да, да. Аккуратно заходим. Очень аккуратно заходим. Очень аккуратно заходим. Остался 160-й серии из электродепо Солнцева. Очень качественная машина, на самом деле, для своего времени и по сей день. Она показала надежность. Ну, тем более, минимальное количество аварий с ней. Ну, самое популярное это был разрыв поезда на Солнцевской, в скобочках, большой кольцевой линии. Ну, это могло случиться с каждым, поэтому этот случай учли, больше такого не произошло. В принципе, один из самых надежных составов. Да, опять же, кромотное действие локомотивной бригады машинистов в тот момент. У нас такой ездит всегда на Калининской линии. Да, состав МИАКа также комплектован на Калининской линии, Солнцевской линии. Да, электродепо Новогирееву большой привет. Пока, потому что ее основная линия серая, я по ней много лет ездил когда-то. Должна была быть еще Ладога для СПБ. Да, Ладога не прошла испытания в Санкт-Петербурге, потому что в Питере очень специфический профиль пути, а также система горизонтальный лифт, где этот состав просто не вписывался. Поэтому решили эксплуатацию его отменить. Состав Ладога был переделан в базовую АКУ. И он вернулся в пассажирскую эксплуатацию Московский метрополитен. Смотрите, здесь тоже также есть одиночные места и площадки, как для маломобильных пассажиров, так и просто для пассажиров, которые любят стоять во время поездки. Также в модернизированных русичах 740-й серии в точке 4 были сделаны места для инвалидов-колясочников, ну и также для детского коляса. Москва-2020, думаю, не скоро перейдет на Калининскую, потому что АК достаточно новый современный состав, и в ближайшее время его менять абсолютно нет никакого смысла. 760-я серия, опять же, это очень молодая серия. Насколько я помню, в 2010 году, если я не ошибаюсь, могла ошибаться. Начало 2010-го. Да, в начале 2010-го года поступила в электродепон Новогиреево, прошло испытание. А как мы знаем, жизненный цикл подвижного состава у нас 30 лет. Поэтому, ребята, вам ездить с 760-го было еще очень долго. Давайте покажем салон. Сейчас, если люди выйдут, будет чуть-чуть посвободнее. Оператор, покажите, пожалуйста, салон. У нас форма справа. Смотрите, это первый состав, в котором была применена такая интерактивная, как бы это сказать-то, интерактивное надверное табло, которое выводило не просто диоды, а целое изображение. Да, мы проехали сейчас. Мы сейчас где были? На Нагатинском затоне? Да, Нагатин. Уникальная станция. На станции Мозаики. Рисутствует. На которой изображены рыбы. Нет, а зачем Нагатинский затон переименовывать? Зачем вообще станции переименовывать? Я этого не понимаю. Как так вышло, что на параде один-единственный темат запущен? Почему бы не отправить легендарную красную стрелу или акварель? Ну, смотрите, просто... На такой стокольнике... Это, грубо говоря, стилизация под оригинальный парк. И поэтому его отправляют во главе колонны. Как самый первый состав. Вот. Это немного другое, чем просто тематический. Да, я работаю на Филевской линии, и Даниил тоже работает на Филевской линии. Руслан работает на самой современной линии Матруческого метрополитена. Большое кольцо. В плане на каждой линии ходят особенные поезда. Какой трусич? Если бы про тематические, да. Практически на каждой линии есть тематические составы. Я не вижу сейчас смысла запускать Москву-2020 на Арбас-Профилевской линии, потому что русичи еще не отработали свой срок. Понимаете? Зачем раньше времени менять то, что еще работает? Передаю Максу привет. сегодня парад так мы сейчас выходим сегодня парад поездов в честь дня московского транспорта одно из мероприятий парад поездов также еще есть выставка на которую поставили состав то чтобы каждый мог зайти почувствовать себя машинистом посидеть в кабине женщин сейчас также стали брать на некрасовскую линию но на филёвской пока илье большой привет провожаем 817 60 я хочу передать привет своему знакомому из электродепо измайлова его все знают под названием дим димыч привет тебе дима удачного удачного отдыха а я уже подруга всех причащихся поздравляю с днем московского транспорта некоторые думают то что день московского транспорта был вчера но день московского транспорта официально отмечается в первую по моему субботу июля сегодня же первая суббота июля сегодня первая суббота июля и день московского транспорта отмечается в первую субботу июля вы просто поймите у машинистов сбиты немного понятия дней недели мы же все всех из него московского транспорта спасибо большое аноним отправил 100 рублей кстати обидно что на парад дали обычную аку с вагонами поскольку буквально пару дней назад на солнцевской линии появилась там модификации где можно ходить по вагон это модификация которая была сделана специально для бакинского метрополитена 81 760 а но по каким-то причинам она бакинского метрополитена не понадобилась ну и что ж теперь утилизировать целый состав был принято решение попробовать эксплуатировать данную модификацию московском метрополитене эксперимент был признан удачным вот и на основе аки уже был разработан следующий состав который мы встречаем 81 765 москва так состав 81 765 серии электродепо нижегородское как здесь хорошо прохладно сработан кондиционерным это модификация 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 2019 самая последняя модификация которая поставлялась московский метрополитен на сокольническую линию там такие же серые двери и черные вот эти стеклышки да такой состав эксплуатируется на сокольнической линии на некрасовской также может меня поправят таких состава могут эксплуатироваться и здесь есть такие составы на большой кольцевой линии они эксплуатируются в постоянной основе сейчас? да, сейчас нет ну значит состав перегнали из какого-то депо специального аппарата смотрите это первый уникальный состав который пошел в массовое производство со сквозным проходом он был изготовлен изначально и им стали укомплектовывать таганско-красно-пресненскую линию полностью укомплектовали сначала электродепо-выхины затем электродепо-планеры затем пошли появляться различные модификации которыми стали укомплектовывать филловскую линию на ушко-реческое они ходят также еще ходили какое-то время на большой кольцевой линии филка до делового центра как по мне очень удачный и надежный состав им очень с точки зрения ушнисток удобно управлять на самом деле этот состав уже более-менее доработан, доведен до ума да, конечно, со временем не все подвижные составы вечно и все ломаются но этого состава меньше всего аварий зафиксирован на данный момент плюс этот состав можно подстроить под себя но это смотреть уже в качестве работника массовые пассажиры не поймут о чем мы говорим потому что этот состав очень легко подстраивается под конкретное депо под разные условия его очень легко подстроить, перепрограммировать, перепрошить все очень легко на нем делается это очень хорошие тормоза вот в церкви да машинисты, которые работают на линии по факту вот сейчас линии просто проложены на улице выход в железнодорожный станции дорогие зрители спасибо большое за то, что бросаете донаты нам очень приятно на донаты мы обязательно купим после стрима мороженое спасибо вам большое Владимир Викторович дома готовит новое видео для вас его на параде не будет на кольцевой линии ездил состав 81740.4 русич на последнюю модификацию затем его сразу стали менять на составе 775 модель 65 Москва никогда там не ездила ездила только в период парада поездов ну это мы не считаем мы говорим о своей эксплуатации опять же на параде поездов по кольцевой линии ездили точка 2 765 серии это Белевские составы что примечательно по Белевской линии у нас входят 6 вагонные составы для парада специально брался состав даже два состава у которого у одного выцепляли один вагон прицепляли к парадному и было у них 7 вагонов чтобы полностью он вмещался на станцию кольцевой линии кстати на этом составе теперь часто играют аварийки я попадала все время именно на этот состав на нем еще наклей компонентная часть парада я на нем работал сегодня что у нас вчера я с ночи был и на нем работал я тоже на нем работала вот так что там со вкаткой беспилотных поездов когда мы увидим полностью без машинистов метросостав думаю не скоро у нас будут беспилотные составы дело в чем в московском метрополитене очень большой пассажиропоток и кто-то обязательно будет заходить в закрывающиеся двери кто-то обязательно будет стоять у края поймите такие моменты может увидеть пока в настоящее время только человек понимаете машина не увидит никак все кого-то там зажало у нее будет контроль по проводам да то что двери закрыты она поедет понимаете вот а человек все контролирует глазами поэтому думаю ну не скоро будут беспилотные составы поэтому еще при том интервале при котором ездят на самой загруженной линии это полторы минуты а на кольцевой линии зафиксирован интервал насколько я помню минуты минуты двадцать самый минимальный интервал по сути там шоссе не АРС, АЛС автопилот не сможет ездить при такой парности и плотном количестве поездов и таком маленьком интервале опять же без человека состав просто не сможет справиться с той или иной ситуацией нагрузкой и опять же аварийной при любых ситуациях должна быть рука человека которая сможет вывести состав из нештатной ситуации НИК КУС отправил 100 рублей вот смотрю на Руслана и кажется видел такие его на БКЛ я вообще в целом обычно стою у первого вагона и обычно вижу машинистов да, Руслан уже довольно приличное время работает на большой кольцевой линии вот поэтому скорее всего вы и видели его НИК КУС отправил еще 100 рублей какой-то чей Нижегородской это с Рудневой Некрасовской линии да это из депо Рудневой кстати сегодня на этом составе видели девушку-помощника потому что девочек сейчас стали также брать еще и из Рудневой мы были успешны в электродепо Филипп пока девочки проходят наезд давайте сейчас пройдемся по салону люди выйдут покажем как это все выглядит оператор не бегите пожалуйста не знаю на каком вам более приятно работать? на всех конкретно? мне без разницы главное, чтобы ехала и не ломалась у Руслана нет любимого типа состава лишь бы ехала и не ломалась видите переигрывают дверями потому что кто-то видимо стал свои конечности автоматика переиграет один раз и затем уже машинист должен вручную все это дело закрывать так москве замечательные составы особенно новые они очень комфортные как для пассажиров так или машинистов там очень удобная система управления и состав сам подсказывает что конкретно у него неисправные листом это замечательно это очень удобно и давайте пройдемся в обратную сторону как вы считаете какие есть минусы данного состава на самом деле минусы как таковы не замечены при эксплуатации состава довести его до ума детские болячки на филевской линии допростить меня руководство главный минус состава это система индивидуального открытия дверей то есть это кнопочки и когда двери закрываются а ребята не успевают состав они начали тыкать на эти кнопочки машинисты нет контроля дверей машинисту придется приходится принудительно их перед или переигрывать что опять же это дополнительное время пожалуйста если вы не успеваете на поезд как никогда двери закрываются не надо нажимать на эти кнопки машинист уже не откроет дверь проще подождать 2 2 3 минуты и приедет следующий состав потому что пока будете пытаться зайти в этот состав следующий состав встанет и вы будете ждать вы еще дольше и в этот состав вы не зайдете а так как таковых минусах и ник гус отправил 100 рублей а с какого мобильного оператора вы ведете стрим с мтс но это не реклама любитель девочек отправил 100 рублей как относите к станции коломенская передайте привет степану и как вам книга метро 2033 степану большой привет санцы как обычная станция после ремонта лично я на ней не было это станции но по фотографиям спасибо что сохранили здоровье текстуру обновили плитку я так понимаю покрытие напольное и соответственно обновили полотно книги метро 2033 очень хорошие вы читали? я вот не читала я только играла в игру но кстати говорят книга отличается от игры нет, она стационарно по мотивам не идет но он на канаду так сейчас будем выходить? да, будем выходить и будем ждать самый новый состав московской митрополитене москва 81775 Денис Сидоркин отправил 100 рублей это вам всем на мороженое во вторых мне кажется извините что бакинский митрополитен, а не бакинский спасибо за парад, Даниилу, Алисе и Руслану привет спасибо большое за донат я как-то не задумываюсь над ударениями не знаю как правильно возможно бакинский не задумывалась проблема с глазами минус 5 смогу ли стать машинистом 12 лет смотрите вы можете сделать лазерную коррекцию и после этого вы сможете пройти медкомиссию сейчас провожаем замечательный состав 81765 спасибо локомотивной бригаде за то что нас прокатили в этот раз никто двери не держал двери закрылись и состав поехал спасибо спасибо большое локомотивной бригаде раньше на этой станции ходили составы типа 81765 потому что участок от Нижегородской до Лефортова и Электрозаводской принадлежал Некрасовской линии которая обслуживала электродепор на Руднево сейчас мы ожидаем состав 81775 775 серия Москва 222 которая регулярно эксплуатируется на большой кольцевой линии постоянной пассажирской эксплуатации Как Вы считаете какие самые загруженные линии метро Москвы? Таганская, Краснопресненская, Калужская, Рижская Сокольническая самые основные загруженные линии ну и также Арбатско-Покровская центр Арбатско-Покровской линии ну кольцевая ну как кольцевая она загружена в основном в середине состава обычно первые и последние вагоны всегда свободны Иван, так кроме меня есть замечательный ведущий наш замечательный оператор я сегодня дебютирую на Вашем канале это мой коллега тот к нам подсоединился это мой коллега мы встречаем Москву 2020 самый новейший подвижной состав на московском метрополитене самый инновационный ну опять же не без детских болячек но мы очень сильно надеемся что этот состав доведут до ума и что он будет самым надежным в московском метрополитене вот здесь уже кстати на этом составе машинист работает в одно лицо потому что состав принадлежит конкретно этой линии машинист эту линию знает для него все это уже так скажем готово это тематический состав посвященный большой кольцевой линии в салоне есть информация о каждой станции большой кольцевой линии фотографии соответственно краткие пояснения покажите пожалуйста осторожно двери открываются следующая станция Лефортово давайте встанем отойдем почитаем смотрите в данном составе есть очень удобная навигация на табло показаны переходы выходы лестницы и собственно говоря вы можете понять в каком вагоне вы находитесь и в каком вам возможно надо перейти сначала это было все дико недоработано первые версии такой навигации были запущены на кольцевой линии они были жутко неудобными сейчас это все доработали и это действительно очень удобно то есть ты понимаешь что тебе например надо из третьего вагона перейти в пятый чтобы выйти например в первый выход очень удобно во второе или во первое чтобы выйти на первый выход как вам состав? состав хороший комфортный опять же как я говорил надеюсь его доработают доведут до ума и он станет самым технологичным самым качественным самым надежным составом на метрополитене кстати обратите внимание самые большие двери из всех составов которые эксплуатируются сейчас на данный момент в московском метрополитене для того чтобы была более ускоренная посадка в московском пассажир чтобы добиться размер таких дверей пришлось немножко укоротить диваны их уменьшили до пяти мест вместо шести посадка высоко для загруженных линий это это самый оптимальный вариант в южно-сахалинске запустят надземные метро не знаю это вы спрашиваете мы верим в южно-сахалинске а также верим в город Омск и омский метрополит давайте пройдемся по составу покажем какой он состав повторюсь весь полностью посвящен санкциям большой кольцевой линии то есть смотрите например станция Воронцовская да и дальше написали снизу факты о ВКЁ по номерам например работы величайших мастеров супрематизма и конструктивизма нашли отражение в дизайне трех станций ВКЁ Сокольники в немники Ворошевской так в каждом вагоне есть какие-либо интересные факты состав этот кстати также ходит в штат ну как обычный поезд у него нет какого-либо расписания но сегодня он идет в парадной колонии мы на следующем круге помашем каждому прибывающему поезду на следующем да спасибо большое за донаты нам очень приятно спасибо большое что их отправляете смотрите интерактивная схема usb зарядки в принципе как в 65 модели только здесь соответственно немного дизайн другое сделали и также добавили usb зарядки в сиденье между сиденьями они расположены смотрите тоже очень удобно едешь куда-то например забыл портативную зарядку но у тебя есть провод подключился и спокойно заряжаешь телефон предлагаю пойти в первый вагон и показать какое есть новшество на двери в кабину машиниста мы сейчас идем в первый вагон и показываем какое есть новшество у кабины машиниста я думаю в скором времени тайпси зарядки сделают потому что это достаточно уже развитый такой разъем он есть во многих телефонах во многих планшетах и обычный usb выходит в прошлое думаю в скором времени заменят в скором времени и в скором времени в скором времени в скором времени станция электрозавритель на земных переход на арбатской финансовой поездой о чем я и говорила в москве В 2020 машинист попадает в кабину. Он не открывает трёхгранным ключом кабину, он прикладывает специальную ключ-карту, которая открывает дверь. Открытие замка трёхгранным ключом – это уже аварийная ситуация и является выходом из неё. Следующая станция – Сокольники. То есть так же, как в 765-е. Вот связь пассажир-машинист и, соответственно, аварийное открывание дверей. В принципе, состав «Поход» является продолжением 765-й модели, только глубоко переделанной. Это трансляция. Мы сейчас вам показываем парад поездов на большой кольцевой линии. Нас нашёл Руслан. С нами также мой коллега Даниил. Сейчас мы его найдём. Мы ведём через iPhone 13 Pro стрим. Мы с вами взяли в канале «Сокольники» и сейчас мы привыкли в наш бизнес. Мы видим, что давайте мы сейчас видим. Кстати, мы с вами ручные микси и купеляем. Причём, что мы купили в шоколица. И что вы скажете про данный состав? Красивый, стилизованный состав. Работали в наём? Ну… Это что-то, когда-то в камере, да? Мы с вами живёшь. Это машинист с электродепо из Москворецка. и он работает на этих составов, поэтому про качество состава лучше у него спросить лучше. Про качество? Как на них работают? Нормально работают, у нас состав самый лучший сейчас вообще в ДПС. Сейчас много паровозов приезжают в Нижегородское, что там уже полностью комплектовый состав. Поэтому нормально. Сейчас скоро поедет уже Аминевское в сентябре примерно. Я в сентябре буду открывать новое электродепо, которое будет специально открыто для обслуживания большой кольцевой линии. Нет, состав мы оборачивать не будем, потому что это уже будут хулиганские действия. Не будем мы таким заниматься. Позвоните машинисту и передайте привет. Шутка. Не надо так шутить, потому что связь пассажир-машинист, она называется экстренная связь. То есть по каким-то экстренным ситуациям и не просто пошутить. Зачем? Я в него не могу все переходить. Ник Гус отправил 100 рублей. Я прям сегодня в ударе уже могу попросить индивидуального привета в том селфи с мороженым. И где мой прошлый донат застрял? Почему не скинули? Я называла все донаты, которые мне скидывали. Хорошо, будет вам индивидуальный привет. Выходим, ребят, выходим. Спасибо. Платформа отойдите! Спасибо. Отправі чиаєте! Провожаем 775 состав У нас закончился первый круг заезда Мы сейчас поедем Навстречу немного И будем ожидать Во второй круг Посмотреть кто-то Ах да, сегодня вечером будет новый выпуск На канале про метро Ждите Владимир Виктор сейчас для вас дома монтирует новые видео Машинисты-женщины уже существуют в московском метрополитене Я живой пример Даниил подтвердил И кроме меня есть еще множество замечательных девушек-машинистов Которые идеально грамотные сотрудники Всем девочкам-машинистам большой-большой привет Феликс красавчик Ну все, сейчас Феликс Просто Да, думаю, сейчас стоит поехать в обратную сторону Я пошел в Бушку Пойдем в Бушку Давайте, пойдем Пойдем к голове Пойдем к голове Заходим в состав Так, нам куда? В первый вагон? Мы сейчас сидим в первый вагон Поедем Дальше будем выискивать Нашу колонну Мы чуть-чуть навстречу поедем, чтобы время скоротать, чтобы полтора часа не ждать Просто так Вроде как мы на рельс не планируют закрывать Просто он пока работает в экскурсионном режиме И надеюсь, что он так и продолжит работать в экскурсионном режиме Никто его не тронет Но вроде как пока не собираются Так, сейчас мы этот вопрос зададим Руслану Если он нас еще не покинул Он, скорее всего, знает ответ на этот вопрос Ребята, все после стрима Все фотографии после стрима Ладно? Так, ну это база у нас 2 Она не памятная, не обклеенная Просто сейчас хорошо проводим время на большой перцевой Никвус отправил 100 рублей Что-то не пойму Не скинули в чат или что Повторю вопрос Вы такие эксперты филосской линии Расскажите, пожалуйста Почему у вас на линии по 2 человека в кабине? Потому что система путевых устройств У нас автоблокировка с защитными участками автостопами Не оборудованы автоматическим регулированным скоростью Локомотивной сигнализацией У нас просто в кабине нет частоты Нет системы, которая позволит машинисту работать в одно лицо Поэтому вместо системы ЛСРС предусмотрен помощник машиниста Который контролирует скорость Контролирует действия машиниста Может затормозить состав в случае, если машинисту станет плохо Потому что, по сути, помощник заменяет ЛСРС В нашей линии Такое, живое, да? Живая локомотивная сигнализация Единственная линия, где локомотивные бригады Единственная линия в России и странах СНГ, насколько я помню, в которых локомотивные бригады работают в лицах Ну, надеемся, скоро сделаем РС Скоро сделают РС на линии машины Конечно, обещали к концу года, что мы будем уже кататься в одно лицо Спрашивают, зрение минус 4 Смогу ли стать машинистом, стоит ли делать коррекцию? Вообще, ребят, тема с коррекцией-то такая себе Потому что, если вдруг на медицинской комиссии врач-оптальмолог узнает, что вы сделали себе коррекцию зрения Вас не допустят к поездной работе Конечно, вы можете попробовать Но, опять же Когда на Люблинской, Дмитровской линии будут ходить другие составы, они номерные? Думаю, не скоро, потому что, в принципе, эти составы, они не очень старые А как мы уже говорили, 30 лет срок эксплуатации Да, там номерные вводят вроде бы конца 90-х, ну, тысячных годов, начало И еще срок эксплуатации, да, им позволяет ездить И плюс еще есть такая понятия, как капитально-восстановительный ремонт, который продлевает службу вагон Сейчас давайте спросим у пассажиров Какие их любимые составы? Здравствуйте Расскажите, пожалуйста, какие у вас любимые составы? Ежи-3 и номерной А почему? Они душевные Как-то вот, ну, у них очень атмосферные А хотели бы, чтобы Ежи-3 вернули? Да, однозначно На какие линии? Ну, на Таганце-Краснопресненскую, на Сокольническую А номерной вот чем вас засыпало? Какой больше нравится? Оригинальный или брендовый? Оригинальный А Точка-6 как вам? Он неплохой, но это не то То есть уже тоже атмосфера уже не та Как вам в целом парад поездил? Супер На каждый парад приезжаю На каждый? Да Ничего себе Стараюсь Представляете? Человек старается приезжать на каждый парад Как вас зовут? Иван Очень приятно Иван, спасибо вам большое за ответы Какие у вас любимые составы? Старается Лефорка Как вас зовут? Ярослав Ярослав, почему? Ну, живу на линии, там где они ходят Ну, еще Москва-2019 нравится очень А у вас? В принципе, нравятся все составы Ну, больше всего номерной, конечно Почему? Ну, такой более, как это сказать Более старый такой, но все равно Не знаю даже, как это сказать Душевный, да? Душевный, да Как вас зовут? Меня Алексей зовут Сколько они у нас ходили? Ну, хорошо А у вас какой любимый состав? Южик-3 или номерной, который я каждый день стою из-за окна Ретро-бой с Сокольники Ретро-бой с Красной Стрелой Ну, потому что для вам такие мягкие сиденья, прям, это очень приятно И Южик-3 тоже прикольно Ну, да, Южик-3 тоже, прям такой, прям легендарный Я, правда, уже могу рассказать, почему слышу, наверное, из-за окна Ну, скажите Ну, потому что, как минимум, у меня тут рядом метромост, а я же у нас станция Коломенская А там же, наконец-таки, метромост в сторону станции Технопарк Вот И вот я вот как раз и плюсом, у меня там еще и вид на него открывается И поэтому, если у меня окна поворачиваются на метромост, тогда будет прекрасно слышно все Видите, как человек живет рядом с метромостом? Невероятно Где живете? Тоже, и возле дома почти на Мирных живу, на Чкаловской, тоже любим, на Дмитриевской Есть и точка 6, и точка 5, вроде Да, сейчас классических номерных-то не осталось, остались только точки 5 Ну, это хотя бы Ну, номерные на Замоскворецком, может Ну, там точка 5, там уже оригинальные, они вывезены Ну, хотя бы остались номерные И 2-2-2 еще, по-моему, остался Да, он остался на Мирных, на Москва-Дмитриевской линии А я когда-то... Вот я скоро езжу в Питер, и там вот точно поймают 2-2-2 Или еще, по-моему, серьезно, наверное А у вас какие любимые составы? У меня... У меня тоже есть уже 3 Ну, и номерные какие-нибудь старые модификации Это... Вот, кстати, еще на Замоскворецком линии остались оригинальные 717 и 714 Эти, конечно Еще остались эти вот не точка 5, а именно оригинальные Да, мне вот тоже нравится на них кататься Они такие старенькие, атмосферные вот так кататься Ну, и на ЕЖ-3 тоже вот это, ну... В принципе, это редкий состав, не поймаешь еще нигде Ну, ладно А можно еще привет показать? Конечно Можно передать привет Анатолию и Александру? Да Как вас зовут? Денис А меня Григорий И, кстати, я тоже живу на Коломенской Тоже слышите составы? Мы это делаем Или нет? Вы не рядом с этой Москвой? Нет, я рядом, недалеко там это На набережной живу Я должен на набережной Так, аккуратненько, чтобы никто не упал Осторожно Двери закрываются Следующая станция Нижегородская Артем, пожалуйста, возьмите свой телефон Достаю... Зайдите Всем привет Дептранса Вконтакте И посмотрите расписание Да, мы сейчас выясним, сколько нам примерно ехать станций Навстречу Колонне Алису все обешли телефонами Так, какая у нас тут сейчас будет ближайшая станция? Нижегородская Ближайшая к нам Тиктильщики Так, будет в 16.19 В 17.47 Так, а на Кунцевской у вас сколько будет? В 17.07 В 17.17.07 Она будет на Кунск, она уехала Ну, мы сейчас на встречу, получается, едем Думаю, надо будет на Кленовом бульваре выйти Даже на Варшавской И подождать там С запасом Нет, в метро должно быть хорошее зрение Для машиниста Голосуем в чате Сколько кругов нам еще проехать? Илья отправил 100 рублей, спасибо вам большое Сколько кругов нам еще проехать, голосуем Владимир Викторович Светлана интересуется, во сколько видео будет новое? Ответьте, пожалуйста Как я отношусь к Метрополитену Санкт-Петербурга? Была я в нем всего один раз Зимой, во время каникул Новогодних Что могу сказать? Меня очень сильно впечатлили составы Яма Дело в том, что Там еще вот эти оригинальные лампы остались Старые, которые были в Москве Ежи 3 до капитального восстановительного ремонта И вот когда ты туда заходишь Видишь то, что есть промежуточные кабины Круглые лампы А ты как будто в детство попадаешь Ты едешь в каком-то трансе И тебе не хочется оттуда выходить Также еще видела Состав юбилейный Замечательный состав По мне это Так сказать, модификация ОКИ Для Санкт-Петербурга На болтицы я не попала Ничего не могу про болтицы сказать В плане подвижного состава Вот так В плане архитектуры станций Станции необычные Очень глубокие Очень глубокие, повторюсь Для меня прям было очень необычно Видеть То, что Станции такие закрытые То, что никто по эскаладру не бегает Вот меня тоже впечатлило Обязательно Хочется Дальше Едем дальше Как так сказать-то Обязательно вернусь туда еще Может быть осенью поеду Может быть зимой Хочется именно объездить Весь Санкт-Петербургский метрополитон Абсолютно весь Я не знаю, догоните вы нас или нет Потому что мы сейчас Будем выходить, наверное, на станции Каширская Вот Чтобы не пропустить парадную колонну Проехаться на ней второй круг Осторожно Двери закрываются Следующая станция Текстильщики Платформа справа В метро Казани я не была Но обязательно поеду туда Буду тоже кататься в метрополитене Оценю подвижной состав Станции, архитектуру Видео будет после стрима в 19 часов Какие составы будут эксплуатироваться на новых линиях Которые скоро откроются Думаю, что это будет Москва 2020 Или другие составы Которые разработают новые Прям вот совсем новые Не думаю, что там будут запускать старые составы А голосуйте, пожалуйста, в чате В чате Ютуба голосования Выбираем какой состав Феликс, пожалуйста, иди сюда Ой, я тут Я с вами Нет, они здесь Вникус отправил 100 рублей Какая же популярная Замосклавецкая линия Все там прям живут Один я с вашим Даниилом На Сокольнической живем Ну, надеюсь, мы как-нибудь встретимся Большой-большой привет Можете нам задавать вопросы Пока мы едем на встречу в колонии Как мы шлистом Мы на них ответим С удовольствием Ну, скажем, несколько точек зрения Не только Да Кстати, в чате звучал вопрос Куда больше нравится Ездить до Международной Или до Кунцевской Ну, как В зависимости от ситуации Когда хорошая погода Лето Можно покататься По большим кругам Но, опять же, сейчас у нас Такой график движения поездов Что Иногда Получше бывает До Международных Где большие переходы Где есть возможность Размять ноги Пройтись Потому что, когда ты приезжаешь На Кунцевскую У тебя Минимальный оборот Две минуты Чаще всего он Две минуты И ты Бегом-бегом-бегом-бегом Чтобы не создавать Сбой графика Быстрее меняешь Кабину управления И вперед Но, летом Особенно в вечернее время Когда у нас идет Маневровая работа На станции Пионерская Летом В теплое время суток Походить Очень хорошо Очень классно Мне Нравится Больше все-таки До Кунцевской Но В хорошую погоду Объясню, почему Участок До Кунцевской Практически весь Находится на воздухе Практически весь И когда дождь Ветер Град Очень тяжело Работать В таких условиях Ожидаешь Каких-то Упавших подвохов Естественно Ну, это естественно Потому что В Дерлине растут деревья Опять же В очень жаркий период Вот, например Как сейчас Последние дни Очень тяжело Было работать На уличном участке Потому что В дневное время Суток Кабина очень сильно Нагревается Мы спасаемся Только кондиционерами И то Когда мы меняем Кабину управления У нас кондиционеры Выключены И после того Как ты сделал Половину круга Ну, то есть От конечной Проехал До конечной Тебе нужно менять Голову Ты приходишь У тебя духота Душно Ну, то есть Ну, тяжело Так работать Ну, опять же Кондиционеры Спасают Просят нас придумать опрос Давайте опрос Такой Сколько кругов Нам еще делать Один или два Будет ли видео Про кота Николая Викторовича Который попал Нашелся Не Николай Викторович А Владимир Викторович Не знаю Это надо у него спросить Давайте мы будем с вами Я придумал вариант ответа На опрос Давайте мы будем с вами кататься До закрытия метро Вот Вот Я только за Давайте Отпусть Вызывайте Волосы Сегодня Сегодня Новое видео В 19 часов Здравствуйте Как справляетесь С Выхиной Мы Мы не из Выхина Мы не работаем Но ребята Которые Мои знакомые Работают В электродепо Выхина Уже привыкли И справляются На Таганске Краснопресенской линии Будет еще не скоро Москва 2020 Потому что Она там просто Сейчас не актуальна Там вполне Справляются Состава 865 Модели С перевозкой Пассажиров Плюс они новые И Как бы Зачем менять Новое на новое Смысла Никакого нет Здравствуйте Когда уберут Номерной Вообще Номерные На замоскворительской линии Вы знаете Как хорошо На них Ехать с утра Ну про час Ладно Утреннее время Когда вагоны Пустые Все хорошо Проветривается Прям красота На замке Ник Груз отправил 100 рублей Вот наша Сокольническая линия Прям самая несчастная В плане Русичей В 2020 году Перегнали Лишь первую модификацию Кондиционеров Нет Вот вчера Ездил Зухота страшная Хожу Бегаю Да В первой модификации Там нет Кондиционеров Там Принудительная Вентиляция И к сожалению Уже эти составы Устарели Вот И они не особо актуальны Нет Акварель Не расклеит Никогда Потому что Этот состав Специально Создавался На метровагон Маша То есть Вы специально Приспосабливали Под то Чтобы с одной стороны Вагона Была картинная Галерея Опять же Говорим Что вагон Не очень удобный Потому что Люди у нас Любят посидеть А не постоять И посмотреть На картину Некоторые Считают Его не совсем Удобно Он неудобный Но он уникальный В своем роде Это Вагон Музей В своем роде Хабаровску Большой привет Яуза Или Руси Скиф Скиф Яуза Я смотрю Набирает Больше Количество Процентов Ладно Вам Ребята Вы что Забыли Как вам Дверьми Защемляло Что ли Хотите Вспомнить Такие Сладкие Моменты Что ли Донат Донат Не скинули Полностью Вот хожу И бегаю Приходится Открывать Форточка А иногда Даже лучше Подождать Номерной В котором Это Примудительная Вентиляция Работает Дело В том Что Когда Разрабатывали Систему Примудительной Вентиляции Ее Очень Долго Дорабатывали Потом Чтобы Прийти К какому То Нормальному Варианту На Самых Первых Модификациях Дался Проблем К сожалению Зимой Еще Нормально Летом Опять Тот же Самый Номерной Нафилевской Линии Который Ходил Почему Он Хотел Только До Международных Потому Что Когда Выезжал На Улицу Он Сразу Замерзал Моментально Замерзал Поэтому У нас В графике Вот Эти Маршруты Которые Вечернее Время 52 С Подвал Идут Резервным Депо Сделаны С Номерной Ничего Себе Раскрыл Главный Секрет Наши Линии Все А Вы Застали Эксплуатацию Номерной В своей Жизни Да Но В работе Не Я Я Пришел В Депо Когда Уже Эксплуатировалась Москва Нет Красную Стрелу Тоже Не Расклеят Потому Что Это Такой Стрелы Не Обклеены Поймите Дело Красная Стрела И Сокольники Состав Специально Создавался Для Красной Стрелы В этом Стиле Жалко Конечно Что Я Уже Не Была На Параде Жалко Надеемся Что Все Таки Я Уже Когда Нибудь На Парад Запустят Занил Живет Внизу Красной Линии Станцию Точно Не Узовем Извини Городу Большой Привет Так Сейчас Наверное Будем Выходить На Кленовом Бульваре Я думаю Надо Будет Выйти На Варшавской И Ждать Там Давайте Сейчас На Кленовом Бульваре Выдем На Кленовом Бульваре Нам Придется Оттуда Сюда Обходить Придется Перейти Интернет Там Нормально Работает Не Забываем Свои Вещи Не Знаю На Тему Стрима На Два Года Канала Не Знаю Подумаем Над Этим Вопросом Как Решается Передвижение Инвалида С коляской Если Нет Лифта Человеку Необходимо На Этой Линии Войти Львы Сейчас В Метрополитене Есть Специальный Сервис Сопровождение Мобильных Служба Обеспечения Мобильности Пассажиров Которых Заказывают Заранее На сайте Метрополитена Или По Номеру Телефона Эти Ребята Большой Им поклон Большое Уважение Помогает Мобильным Людям Перемещаться По Метрополитену А также Не только За пределами Метрополитена Донат Аноним Отправил 150 рублей На каком поезде Работать проще На 81 765 Или 775 Что Шипит При Переключении Реверса Что За Манометры Над Межвагонными Дверьми На 81 717 Про 717 Не могу Сказать На 765 Когда Реверс Включаешь Есть Такой Вентиль Который Отвечает За Работу Крана Машиниста Это Мневматический Вентиль Включающего Типа Он Заряжает Кран Машиниста То есть Он Включается В работу При Включении Реверса Что За Манометры Над Межвагонными Дверьми Это Манометры Давления Тормозных Цилиндров Данного Вагона Давления В напорной Тормозной Нагистрали Конкретно На данном Вагоне Кстати На 81 765 Они Тоже Есть Но Вы Их Не Видите Потому Что Они Спрятаны В шкафу А на каком Поезде Проще Работать Честно Я вам Не скажу Потому Что Я На 75 Не Работала Вот Ну В принципе Думаю Что На нем Работать Точно Так же Как На 765 Там Точно Так же Процентами Выводится Тяговые усилия Тормозные усилия Думаю Ничего сложного Нет Спасибо большое За Донат Подскажите Пожалуйста Сейчас Ретро Состав Находится Где На какой Станции Кто Знает Сейчас Мы Выискиваем Колонну Да Сейчас Мы Перейдем На ту Сторону Владимир Дома Готовит Для вас Новое Видео Редактор субтитров Так Так как Видео Новое Хотят Все-таки В 19 Час Сейчас Мы Еще Один Круг Проедем И Будем Заканчивать Стрим Мы Сейчас Переходим На Другую Сторону Кстати Очень Красиво Архитектур Решение Сделать Такую Подсветку Очень Приятно Смотреть Да Станция Не особо Многолюдная Но Думаю В скором Времени Здесь Есть Другие Позвольные 5 3 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 Присядем На Вот Такие Замечательные Лавочки Выполненные В форме Камней Это не Бублики Это Камешки Присаживайтесь Отойдите Пожалуйста От края Платформы От края Платформы Отошли Все Данил Расскажите Как Вы Именно Решили Стать Мученистом Ну Мне С детства Нравились Поезда Не Считайте Это Метропонад Не надо Просто Нравились Поезда Нравились Дядечки Машинисты Которые На линейном Пункте На станции Когда ждали Поезд Таким Важным Видом Что-то Обсуждали Мне Нравилось Как они Одеты Их Форма Мне Нравилось Как они Работают А сколько Ответственны Эта Профессия Эта Работа Я Представьте Пожалуйста Куда Нас Не Я Загорелся Желанием Работать Сначала Работал Ну как Я шел Постепенно К этому Пути Я Сначала Учился В колледже Железнодорожного Транспорта Часть Времени Отработал Слесарем В электродепу Выхино Большой Привет Электродепу Выхино И вагоноремонтному Комплексу Потом Когда уже Закончил Колледж Пришел Работать На Филевскую Линию Помощником Машиниста То есть Я часть Времени Отработал На линии А потом Когда уже Набрался Опыта Я доучился Не сразу Как проходит Путь с улицы До машиниста А постепенно К этому Пришел Мой машинист Инструктор Увидел во мне Цель Стремление То что я Не Раздолбай И он Дал мне возможность Стать машинистом Дал мне возможность Доучиться Большое ему За это спасибо Также спасибо Нашему Заму По эксплуатации За то что Дал нам шанс И дал нам Оно бы возможность Так на Большую Кольцевую Линию Посмотрят Все машинисты Наперед Собирали Да кстати На Большую Кольцевую Линию Со всех Депо Собирали Машинистов В командировку Поэтому достаточно Часто встречаешь Довольно Знакомые Лица Даже На том Поезде На котором Мы ехали Сюда Машинист Пилевский Он перешел На Большую Кольцевую Линию Здесь ему все нравится Здесь все устраивает Владимир Викторович Пишет Алиса Завтра тоже Хотят стрим Люди Завтра Проведем стрим После работы Сразу Поедем проводить Как только Свободим Как только Я освобожусь Сразу поеду Слава Богу Завтра Ни ночь Ничего Так что Вполне Возможно Мы на последний круг Попадем Будем провожать Поезда В дупо А потом Я подтянусь К вам Все по очереди Подтянутся Так Мы сейчас Где находимся Угадайте Станцию Станция достаточно Необычная Угадайте Станцию Лично Я на этой станции Первый раз Я не всю Большую Кольцевую Линию Покорил На этой станции Первый раз Но стоит заметить Что на этой станции Немноголюдно Кроме нас Наших подписчиков Здесь особо Никого и нет Алиса Сними свою смену Ребят Я бы с радостью Сняла бы свою смену Если бы мне Разрешали это сделать У нас К сожалению Мне Пока это сделать Не разрешают Но в будущем Возможно Мне разрешат Снять свою смену Будем над этим работать Нет Вы не угадали Машинист Джек Вы не угадали Это не Марина Роща Пояс победы Баклажан Когда-нибудь Расклеят Мне кажется Вполне возможно Расклеить Бискосмический Пояс Расклеили Который тоже был На основе Баклажана Все возможно Но Пока Ходит красиво И пускай А также Про съемку смены Я хотел бы добавить Что у нас существует Должностная инструкция Правила тех эксплуатации Метрополитена Города Москвы Которая запрещает Пользование Мобильными средствами В кабине Управление Электропоездом Также у нас Стоит система Антисон Которая фиксирует Нарушение Города Да, чтобы Учились не нарушения Нет, это не Зюзина Да, Миша Вы угадали Нет, Яузы Не будет Ее не будет На этом параде Но Надеюсь Что она будет На следующем На таких парадах Потому что все-таки Это в своем роде Какой-то уникальный Легендарный состав И я считаю Он должен присутствовать На этом параде Хоть в парадном экземпляре Но мы должны его видеть Если бы не было бы Современных составов Да Даже 740-го Не было Потому что на основе Яузы Соответственно Разработали 740-й На основе 740-го Разработали 760-й Дальше уже Ну, сами понимаете Приемственность поколений Доработки Ник Гус Отправил 100 рублей Ну, не скажет Он где живет Сам уже вначале Сказал Но я промолчу Кто захочет Пересмотреть стрим Аноним отправил 150 рублей Что за шипение Когда поезд Встает на удержание Встает на удержание Вот Я Ну, на новых типах Подвижного состава Нет особого шипения Только у вас На номерном А когда поезд Отправляется И уходит с удержания Это выпуск воздуха С тормозных цилиндров Соответственно Так, мы сейчас Подключим зарядку К телефону Звук немного пропадет Стойте, пожалуйста, здесь Феликс, можно вас, пожалуйста, попросить встать? Потому что сейчас Будет немного Держите, пожалуйста Давайте Раз, раз, как слышно Мы сейчас Просто будем подключать Зарядное устройство Чтобы нам хватило Зарядки До конца стрима Вопрос Существует ли еще Яуза Яуза существует Она тронет Водопор Готов точно не скажу Пока вот так вот Сидим сидеть Разговаривать Потому что у нас зарядка У нас 22% на телефоне Нам надо его немного подзарядить Чтобы доснять парад Ребята, мы дождались Пребывает ретро-поезд Мы сами не ожидали Но, скорее всего, это он Да Пребывает ретро-поезд Пребывает ретро-поезд Помашите его Ребята, мы сейчас, скорее всего, будем кататься без звука То есть вы будете слушать только номерной Потому что Давайте я пройду, покажу интерьер Давайте Давайте Вот все А вы тут Платформа справа О подозрительных предметах Сообщайте машину Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Уважаемые зрители, совсем скоро микрофон будет подключен Задает вопрос Задает, кто-то задает вопрос Да Зато Задает, кто-то задает вопрос Опусти вопрос Куда нажать? Спрашивают, вы работаете по маршруту Александровский сад Международный или Александровский сад Пунцевская? Как выпадет? У нас есть маршрут. Ты можешь, например, два округа сделать до Международной, потом поехать до Пунцевской и наоборот. Я сейчас зачитаю вот так. Ник Кус отправил с твоим углей. Запись стрима же выложат. Владимир Викторович, оставьте, пожалуйста, запись стрима на канале. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас мы микрофон подключим. Зарядка у вас, Феликс? Да. Подключим? Может, реально и что будет? Ну, нет, надо. Раз, раз. Как слышно? Напишите, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Ник Кус отправил 100 рублей. И еще один вопросик вам, экспертам Феликсской линии. У вас же получается все по сменам. То есть одна смена вы едете по ветке 4А, а другая смена уже по основной 4А, верно? Нет, так не всегда бывает. Есть смены, где мы ездим по большим кругам, по маленьким кругам, все это в одной смене. Есть смена, у нас два маршрута, которые уходят сначала до Кунцевской, потом до Международной, потом до Багратионовской. Бывает такое, чтобы слегка разгрузить линию, и снова по большим, маленьким, до Багратионовской. То есть в смене может быть разнообразием. Бывают смены, где только мы катаемся до Международной, и есть смены, где мы катаемся только до Кунцевской. Вот видите, как все устроено? Вот так. Давайте будем выходить. На следующей станции выйдем, пересядем в замечательный ЕЖ-3. Сокольники сейчас находятся на Печатниках. Вот мы сейчас стартуем. Стрим идет с задержкой, поэтому, возможно, когда вы это услышите, мы уже будем на следующей станции. Раз-раз. Люди пишут, звук попал. Раз-раз. Слышно? Напишите, слышно ли нас. Если слышно, плюсик в чат. Пишите, слышно ли нас. Пишите, слышно ли нас. Спасибо большое, что ставите лайки, пишите в чат ваше сообщение. Нам очень-очень приятно. Тут пишут, что нас слышно. Нельзя снимать работу. Мы не можем снимать конкретно, когда мы за управлением находимся. Вот вы представляете, да? Мы управляем поездом и играем в телефон. Это опасно. Это запрещено. Есть такая система, как камеры вагонов. Есть такая система, как антисон, которая очень хорошо распространяет мобильные устройства. Ну и потом, если машинист вдруг по какой-то причине отвлекся от управления на телефон или мобильное устройство, это засняли камеры, это заснял антисон. Все это передается в руководство. И дальше уже начинается разбирательство. Да, разбирательство к машинисту принимает те или иные меры. Поэтому мы не пользуемся автомобилями телефоном. Я вообще его прихожу, на линейном оставляю и все. То есть, ну зачем мне телефон? Разбивку смены я выписываю на бумажку. Я телефоном не пользуюсь. Ну зачем? Вышел со сменой, да, тогда взял телефон. Вот так, зачем? Алиса, привет! С какого времени ты начала появляться на канале Владимира Викторовича? Как это все происходило? В феврале этого года ко мне повернулась удача. Я смогла выиграть приз в стриме. Потом начали заниматься уже группой ВКонтакте. Ну как-то все так и пошло с того времени. Будем выходить. А сейчас мы выходим на станции Текстильщики. Транспорт Смоленска. Приезжайте в следующий раз в Москву, чтобы увидеть своими глазами парад. Непередаваемые у вас будут ощущения. Покажите отправление состава. Состав отправляется. Я свой номер никому не скидываю. Транспорт Смолен. Озидаем ЕЖ-3. И смотрите, также нет индикации от загруженности вагонов. Через 2 с небольшим минуты приедет ежед 3. Какая судьба у красной стрелы и у ретро-номерного типа А на сокольнической линии? Продолжили ли они эксплуатироваться, когда последний номерной покинет красную линию? Скорее всего, это оставят в эксплуатации для праздников. То есть постоянной пассажирской эксплуатации они не будут, а на праздники поставят? Ну, наверное, тоже, думаю, парад будут выпускать по каким-то тематическим праздникам. Парад сегодня целый день, завтра еще целый день будет на Большой Кольцевой Лени. Мы с вами проехали один круг, сейчас мы едем второй круг и завершаем стрелы. У нас полторы минуты до прибытия ежед 3. Электро-депопланерный. Какой любимый состав и почему? Очень интересно узнать. Москва 765, потому что я на ней работаю. Это замечательный состав, не ломается. Там каждый день надежный состав, очень удобный в управлении. И 81 740 Русич, потому что этот состав входит на Рыбасо-Патрустской линии, на которой я живу. Я практически каждый день на нем езжу. Ну, кушайте Русич. Парад поездов, должно сказать, такое мероприятие, на котором просто начинаешь вспоминать все свои какие-то моменты, которые у тебя были связаны, например, с какими-то старыми составами. Такое событие весьма. Прибывает ежи-3. Ежик. А вы говорили, что не гудят. А вот неправда. Сейчас мы всех выпустим и аккуратненько, аккуратненько зайдем. Кстати, в ежи-3 это было мое самое любимое место. Сумки поставил. Еще и сам сел. Нет, я не садилась. Поставил сумку и едешь. И тебя никто не трогает. Упасть ты не можешь, потому что очень удобно здесь стоишь. Да, это машинист, это мой коллега. Как вы считаете, какой состав лучше, номерной или ежи-3? Номерной посовременнее будет и понадежнее. Ой, вот та самая принудительная вентиляция, когда тебя подолкали воздухом. Мы сейчас стоим на том месте, где именно гуд, на нас и очень свежий воздух. Поэтому нам сейчас хорошо. Если бы была возможность прокатиться на любом составе, который сейчас не эксплуатируется, какой бы выбрала. Тип Е. И я бы на типе, не знаю, на А, на оригинальном прокатилась бы. Да, покажите салон, пожалуйста. Просто пройдитесь вперед-назад. Ник Куз отправил 100 рублей. Что ж, машинисты такие скучные, никто не сигналит. На прошлом параде прям атмосферно был. Но там сейчас машинисты ежи-3 посигналили. Ник Куз отправил 100 рублей. Ох, уж эти русичи. У тебя, Алиса, на АПЛ хотя бы есть модификации с кондиционером. И 50 на 50 везет. А на Сокольнической просто смерть. Ну, я должна сказать так. Где-то эти кондиционеры не очень хорошо работают. Понимаете? Это Валерка, наш друг. В честь чего парад? Парад в честь московского транспорта. В честь дня московского транспорта. Еще раз поздравляем всех причастных. Почему ежи-3 громче, чем Москва? И из-за чего? Потому что, во-первых, шимоизоляция отсутствует в вагонах. Во-вторых, тягивают двигатели такие. Ну, в основном шимоизоляция, да. На Москве просто очень хорошая шимоизоляция. И при закрытых корточках тихо, спокойно. Можно разговаривать обычным тоном. Интересно, какая самая лучшая линия у Мосметро, по вашему мнению? Белевская. Да, потому что мы на ней работаем. Мы уже ответили. Да. Ну, это Аганская-Сампресненская, потому что достаточно. Сейчас выходим и ждем следующий состав. Спрашивают, ходит ли 61 маршрут по большой кольцевой линии. Не знаю. Наверное, ходит. А 61 маршрут ходит по большой кольцевой линии? Да, 61 маршрут существует на большой кольцевой линии. 61 маршрут. Машина исправна. Вот маршрут. Диспетчер машины исправна. Что думаешь насчет снять видео про Депо Измайлова? Там много экспонатов, и тем более там тип А стоит, на который обзор сделать можно. Это к Владимиру Михайловичу. Все, ЕЖ-3 уехал. Ожидаем номерной. Ожидаем номерной в бренде. У нас ждет брендовый номерной. Электродеполи Хабор. Аноним отправил 100 рублей. Работаю машинистом в метро, шестой год уже. У всех коллег спрашивал, что лучше, номер или ЕЖ. Почти все говорят, что ЕЖ лучше. Кстати, парадная точка 6, моя машина. Хорошего стрима. Нам написал, походу, старшие машины из печатников. Ваша машина в очень хорошем состоянии. Спасибо, что вы держите ее в хорошем состоянии. Олег отправил 100 рублей. Привет. Вам тоже большой привет. Спасибо за донат. Сколько будет идти пара? Сегодня и завтра целый день. До 8 часов вечера. Так, сейчас ожидаем номерной. Брендовый. После капитального восстановительного ремонта. Как нам, так скажем, неожиданное появление точки 6? Я ее, честно, не ожидала увидеть здесь. Хотя, конечно, было желание, чтобы она приняла участие в параде. Ну да, я тоже не ожидала ее видеть. Ну, хорошая замена Яуза, на самом деле. Ну, опять же, мы надеемся, что в следующем году или через год Яузу все-таки выпустят на Легию. А точку 6 оставят, и будет полный набор поездов. Видео сегодня в 19 часов. Пишут, что точка 6 очень необычно смотрится на параде и на БКЛ. Тут почти все поезда очень необычно смотрятся. Ну, 65-й, 75-й Москва. Да, да. Особенно Сокольники и Ежетри. Да, да. Особенно сюда они, конечно, не очень вписываются. Ну, если объективно смотреть. Почему некоторые говорят, что новая Москва ведро? Ну, знаете, есть люди, которые найдут, так сказать, почему прикопаться. И прибывает номерной. Электродеполе Хабу. Брендовый. 801-777. После капитального снарительного ремонта? Владимир Викторович, сохраните, пожалуйста, запись стрима. Люди просят. Встречаем. Встречаем. Заходим. Ребята, если вы смотрите это видео из Дехобор, пожалуйста, после парада осмотрите этот состав. У вас какие-то проблемы с колесами пары? Он шутит, никаких проблем нет. Это он вас решил попугать. Можно рассказать про перегон Павелецкое-Автозаводское? Это я. Это я. Врачи, на этом перегоне очень подкидывает сигна людей. Вот я когда прыгаю иногда на перегоне этого, и меня очень высоко подкидывает. Очень такой прикольный перегон. Перегон качает прям. Советую. Поехали. Есть еще вопросы. Так. Стрим останется? Да, мы попросили, чтобы он остался. Вопрос. Что будет, если подключить USB-флэш в поезде Москва-2020? Может произойти какая-нибудь ситуация с поездом? Какой USB-флэшке идет речь? Ну, вот он, который, вот эту информацию скидывает. Вот если ее подключить, что будет? Я не думаю, что что-то критичное произойдет с этим поездом. Как вам покажут салон номерного. Как вам покажут салон номерного. Салон. Компион. Как вам покажут салон? Как вам покажут салон? Как вам покажут салон? Я не знаю, что это будет в целом. Не знаю. Я не знаю, что это будет. Но, чтобы проверить. Продолжение следует... Мы будем выходить из номерного. Вам показали интерьер салона. Какая маска для номерного лучше? 2-2-2 или 1-4-1? По моему мнению, 2-2-2. А еще лучше 2-2. Потому что она уникальная. Я учу пневмооборудование и не могу запомнить схему. Помогите схему, к сожалению, надо понимать по нему. Просто ее наизусть учить, это не вариант. Почему на перегоне Саларьево-Коммунарка интервалы могут доходить до 6 минут, а на юго-западный, как везде, 2-3? Потому что зонный оборот, значит. Да, зонный оборот по Саларьево. Часть поездов... То есть в центре большее количество поездов находится, соответственно, интервалы меньше. На конечных линиях интервалы больше. На конечных станциях интервалы больше. Кстати, как? Звук ВПСР, СМР. Звук ВПСР, СМР. Сейчас ждем точку 6 уникальную. Юрий отправил 100 рублей. Опять яузы, к сожалению, яузе больше не жить. А точка 6 теперь будет вместо яузы. Лучше бы точка 6 была не вместо яузы, а как добавление подвижного состава к параду. Ну, если действительно яуза канула в лету, это весьма печально. Точка 6, действительно, она не заменит яузы, но все равно, ее не ожидалось здесь увидеть. Олег отправил 195 рублей. Я люблю метро и смотрю ваш канал. Спасибо большое. Очень приятно. Ник Гус отправил 100 рублей. Офигеть, у брендового номерного. За меньше суток с парада уже не горит фар. Позор. Понимаете, тут такие моменты ты никак предугадать не можешь. Было все нормально. Потом где-то тряхнуло и что-то пошло не так. Отошел к робот, вот вам, пожалуйста. Ничто не вечно. Думаю, ночью его обслужат. И завтра... К завтрашнему дню все будет снова готово. Да, мы специально для вас замолчали и записали вам звук BPSM. Веселый вопрос. Можно ли в точке 5А ретро-поезд поменять лампочки на RGB-лампочки? Радужное освещение. А зачем? Обузнительно. Суть ретро-поезда воссоздать ту атмосферу самого первого, типа А. Поэтому там такое теплое ламповое освещение. Так, прибывает точка 6. Электродепо-печатники. За управлением состава машинист-инструктор. Смотрите, какой номер. 2000-2033. Необычный номер какой вагона. Я скажу так. Точка 6. Она реально обслушна. Просто замечательная. Чистая. Комфортно ехать. Никаких нет механей. А вакуум приветствует. Под какой поезд сделан? 81-717. Оригинальный, самый первый тип подвижной состава в московском метрополитене. Великс, пожалуйста, покажите салон. Точка 6 очень необычный состав. Я так должна сказать. И завтра мы обязательно попробуем на стриме показать хвостовую кабину. Показать, как внутри все устроено. Как внутри все устроено. Говорят, похоже на 740-й. Ну, весьма печально, что Яузу все-таки отправляют на распил. Печально. Сколько ждать Москвы в 2020 на замоскворецкой линии. Вроде от кого-то слышал, что в 2025 году должны заменить. Но, опять же, эта информация не точная. И мы не знаем, как будет обстоять дела с изготовлением завода. С изготовлением новых составов. Поэтому это большой вопрос. А давайте завтра стрим из СПО начнете. Мы не можем начать чисто физический стрим, потому что на тех перегонах не работает интернет. То есть пока мы поедем, трансляция прервется, прервется начинать все заново. Так бы мы, возможно, бы начали бы. Но мы тоже, мы привязаны к интернету. Давайте перейдем к соседней макону. Мне просто хочется очень посмотреть на кабину машиниста. Я думаю, нам надо очень-очень быстро. Сейчас мы вам попробуем показать кабину машиниста. Нет, мы, к сожалению, вам, наверное, сегодня не успеем показать. Мы завтра вам покажем. Вот. Вот. Ожидаем состав. Так, следующий состав будет 81-740. Русич. Да, это сейчас на большой кольцевой линии парад. В вагонах есть Wi-Fi. Но вы понимаете, каждый раз надо будет заново подключаться. Это невозможно будет. Давайте попросим Дептранс добавить на следующий парад 760А. Баклажан. Ну, надеюсь, что на следующий парад все-таки данный состав добавится. Он действительно необычный. Какой номерной больше нравится? Мне больше нравится точка 6. Необычный, потому что состав уникальный в своем роде. Егор отправил 200 рублей. Отличный канал. Желаю развития и процветания. Спасибо большое за донат. Так, мы сейчас... Нас просят помахать. Русич, что? Сейчас мы подойдем. Нарушен поближе. Русич, помахай. Кстати, смотрите, на новых станциях установлены мониторы видеообзора, чтобы машинист видел так же. И то, что происходит в хвосте. Русич, электродукой Митина. Поздоровались с вами машинисты. Правда, не сигнал, но они с вами поздоровались. Заходим вовнутрь. Даня, здесь так прохладно, так хорошо. Просто. Смотрите, в 2010 году точка 4 в Русич. В отличном состоянии, скажу. Прамечательно. Как в Русичи происходит аварийная высадка пассажиров? Аварийная высадка пассажиров происходит через машинисты электродепо-печатники. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Ну, сейчас расскажу. Привет. Здравствуйте. Это машинист электродепо-печатники. Да. Мы в прямом эфире. Ну вот, я еду на смену на электродаводскую. Как вас зовут? Булат. Очень приятно. В общем, буду пролезть сегодня точкой 6. Парадной. Да, парадной. Сделаю кружочек, потом уже, скорее всего, повезем ее обратно в депо. Она у вас будет ночевать в депо? Да. А завтра во сколько она поедет? Ну, столько же, сколько сегодня, наверное. То есть где-то к 9 часам она должна быть уже здесь, по идее. А завтра будете на нем работать? Да. Я буду с ночи, да, и где-то в полдесятого поеду уже домой. Вот видите, как, да? На ночную, в ночной отстой составы уедут в свое депо. Я почему-то думала, что здесь как-то оставят все-таки. Нет, да? Ну, решили, что по своим депо лучше. Заодно и они смогут посмотреть, если какие-нибудь неисправности были. Вот, оперативно. И устранить. Расскажите, пожалуйста, нашим дорогим зрителям, чем точка 6 отличается от обычного номерного? Потому что мы ничего здесь не рассказать не можем, у нас только Москва. А, ну, в принципе, там немножко другая электроника, немножко другая электрическая схема. По сути, просто сильно модернизированный номерной. Стоят немного другие там воздуховоспределители. Ну, точнее, вместо воздуховоспределителей там стоят блок управления автоматическим тормозом, например. Ну, и если говорить вообще о таких вот изменениях в плане комфорта, например, там есть принудительная вентиляция, а в кабине машиниста есть кондиционер. И, в принципе, сама кабина увеличена на 20 сантиметров. Она намного больше, чем у обычного номерного. А правда, что похоже чем-то на кабину 740-го кабина? Да, да. Она чем-то напоминает 740-го кабину. Правда, чуть-чуть может быть меньше, но, в принципе... А тормозить его на нем как? Как на классическом номерном тормозите? Да, да. Только единственное, надо в конце ставить ручку в тормоз 2, потому что если ты оставишь ручку там в тормозе 3, то на нем придет вторые вентиля, и это будет не очень хорошо. Вторые вентиля — это экстренное торможение? Ну, грубо говоря, да, можно так сказать. Ладно, я уже. Спасибо вам большое. Это был машинист из электродепо «Печатники» ГУАТ. Мы возвращаемся к вопросу, как происходит эвакуация на ручке. Если вдруг эвакуация на Русичи происходит, она из последнего вагона к голове через межвагонные двери, через кабину машиниста, далее по специальной лесенке спускаемся на путь. В Русичи не предусмотрен эвакуационный трап. Ник Гус отправил 100 рублей. Люди, поймите, что Wi-Fi работает от точек вагонах. Вот сейчас поезд уехал, интернета не будет. А мобильный интернет в целом очень даже идеален. Да, если оператор, если покрытие оператора позволяет это сделать, в МТС работает все. Сейчас вам показывают интерьер салона. Могут ли машинисты добавлять смайлики на электронном табло? Нет. Не могут. Электронное табло настроено автоматически. Мегур отправил 200 рублей. Отличный канал, желаю развить в протестане. Спасибо большое. Парад в честь дня московского транспорта. Ой, здесь так хорошо днем. Вот прям вообще. Здесь кондиционер в этом вагоне хорошо работает. Вагон. Смотрите, какая же машина. Вагон. Парад в честь дня. Вагон. Вагон. Большинство людей, кстати, очень удивленно смотрят, когда приезжает какой-то другой состав, не Москва, 775-я. Думают наверняка, что это такое может быть, что оно здесь забыло. А вот парад. Сейчас выходим, будем ждать 81-760. Какой заправный срок? Да, ну... Станция Сокольников. Да, мы сейчас находимся на Сокольников. Станция Сокольников. Провожаем. Провожаем 81-740. Какой поезд больше нравится? Москва-2019 и Москва-2020. Ну, у меня не Москва-2019, Москва-2019, это модификация, одна из... Я могу сказать просто про всю 765-ю целиком. Я работаю на Точке-2, надежный, удобный состав. Вот, поэтому мой самый любимый. Ник ГУС отправил 100 рублей. Это тот самый первый вагон, в котором я ехал с утра. Как видите, там, как видите, там, как видите, супер. Там действительно хороший кондиционер. Чувствую, как пахнут на станции Сокольников, запечённый корпус. Сокольников. Или это ЕМ-Муссин? Да. Ну, это уже не может. Считаете ли вы ЕМ-Питерские? Один из вас осталось перегнать для парада, для истории музея. Ведь в московском они тоже ходили. В принципе, я думаю, можно было бы, но вопрос, как это возможно всё осуществить. Питеру они нужнее. Да. У нас есть составы типа ЕЖ-3, которые сейчас восстанавливаются. Переставлируются. Да, мы всё ещё стримим, Руслана. Сейчас пара составов, и мы заканчиваем. Да, я считаю 740-й легендой. Так, сейчас прибудет состав АК. 81-760-й, он прибывает. Помахайте АК. Парад в честь Дня московского транспорта. Помимо парада ещё проводится множество различных мероприятий. Ну, смотря в чём более удачный. Я не могу судить. Не работала на двух. Вот, и Даниил тоже не может рассудить, какие составы лучше. Прибывает АК. 81-760. В нашем АК. Так, заходим аккуратно. Осторожно. Двери закрываются. Для скольких будет все парады до 20 часов. Затем составы поедут по своим депо. Ночью их обслужат. И утром они опять будут перегоняться на Большую Кольцевую Линию. Завтра будет последний день парада. Да, запись стрима останется. АК. 81-760. Электродепол солнца. Электродепол солнца. Покажите, пожалуйста, савод. Добрый день тем, кто только присоединился. Яуза в этот раз нет. Замес нее на парад пригнали 81-717.6. Яуза нет. И по информации из чата, как писали некоторые люди здесь, что Яузу уже, к сожалению, отправляют чисто на распил. Да, кстати, покажите, кто-то пишет, что это мое любимое место. А вот того, что любимое место. Вот, одиночное сидение. Так еще и уголочек. Уголочек покажите. Вот. Это мои любимые места. Я, когда был на Бутовской линии, я показал сердечку машинисту Русича. А он мне тоже очень мимо. В самом деле. А в честь чего назвали АК? Я думаю, как Бадагу назвали в честь реки. Скорее всего, да. Ну, опять же, АК это не официальное название электропоид. Так как у нас Русич, Москва, это официальное название, зарегистрированное на МОСС, метровогонмаш и трансмашхолдинге. А АК это чисто название любителей и фанатов. АК это просто так классно вы назвали пассажире. Вот так классно вы назвали. Алиса, как вам идея создать новый вагон типа Z? Не знаю. Я не инженер, не разработчик. Поэтому если что-то новое, этот вагон машин работает, будем на этом работать, если нам на линию поставят. Мы люди подневольные в этом плане. Давайте это предоставим грамотным людям, которые разбираются в инженерии и строительстве вагонов. А мои просто исполнители нам дали возможность. Какой-то пассажир. На Яузу не нашли детали для ремонта. Они очень старые и их давно не производят. Поэтому только разбил. К сожалению. Но все-таки, может быть, произойдет чудо. Яузу выпустят. Будем надеяться сюда. Что тут еще можно? Так, сейчас мы будем выходить. Тут, кстати, аварийное открывание дверей, так как пневмопривод точно такой же, как на 740. На самом деле это кран на пневматической системе. Мы сейчас выходим на одну из самых необычных красивых станций, Рижская. Будем ожидать 81765. Провожаем 81760. Сейчас ожидаем 81765. Любимая Москва. Ожидаем Москва. Ралис у всех поездов, когда проезжает последний вагон, там на часах интервала всегда 10 секунд. Значит, вот такая ралисовая цепь. Да? Да. Интересно, на рижской экран остался? Да, его оставили. Пишут, что Яузу, возможно, оставят с меньшим количеством вагонов. Будут проводить на ней экскурсии. Дай Бог. Да. Надеемся, что Яуза хоть как-то, но останется жива. Можно на новогодние праздники порад провести на БКО. Не к нам вопрос. Да. Это хотелось бы. Спасибо, что хотя бы сейчас запустили. На Московском транспорте. Да, Людмила. Я читаю чат сейчас. Люди пишут. У нас 50 секунд до прибытия Москвы. Так. Любимая Москва, на которой мы за ней работаем. Ну, конечно, на той модификации, которая сейчас приедет. Ну, все равно. Состав-то, по идее, один и тот же. Типа один и тот же. Да. Там различия особо... Да, различия минимальны. На станцию Рижская прибывает состав 81-765 Москва. Я думаю, да, разрабатываются новые типы подвижного состава. Кстати, в кабине девушка-помощник. Здравствуйте. Здравствуйте. Тихо, тихо, тихо. Здравствуйте. Аккуратненько. Я думаю, что опять интервью подключим. Олеся. Да, я очень люблю Капибар и каждый день хожу в зоопар, чтобы на них посмотреть. Мальчик, а вот скажи, а какой твой самый любимый тип состава в московском метрополитене? Ак. Ну, потому что у нее кабина большая, я видел, она очень хорошая. А вот именно как пассажир? Ну, она тоже удобная, там сидушки мягкие. Ну, понятно. Ну, больше по сидушкам, на самом деле, Москва. Акан, ну, он там похоже, но здесь там кожаные хорошие. Так что... Денис. Денис, или давайте привет. Всем привет. Давайте с вами подписчиков попросим. Феликс, у вас просят взять интервью. Какой состав вам больше понравился на параде? На параде больше всего мне понравился состав типа ЕЖ-3. Так как раньше они ездили по моей линии, Даганско-Краснопресненской. И у меня это вызывает ностальгию. Мне всегда было приятно на них ездить, там, куда-либо. Из точки А в точку Б мне всегда было... Я даже всегда ждал этот тип состава. Потому что на тот момент уже была АК, 81-760. И мне она, ну, не знаю, не очень нравилась. Может, меня кто-то осует, но она мне не очень нравилась. И я всегда ждал вагон типа ЕЖ-3 и состав скорее. И всегда ездил на нем. Чаще всего, если не надо было куда-то прям быстро приехать, чаще всего я ездил на нем. Завтра поедете на параду? Конечно, поедем. Завтра вы нас всех увидите. Какая модификация из Москвы лучше? Мне кажется, самая первая. Вот так. А для нас его вторая. Снова? Да. Снова вопрос. Так, сейчас мы выходим. Салон, думаю, видели все. Сейчас, кстати, нам Феликс, пока мы будем ждать следующий состав, расскажет один интересный факт, по его словам. Девушка-помощник машиниста электродепора Руднева. Замечательно, знаете, видеть, как московское метро становится более открытым для девушек. Совсем скоро, уверенно, будут брать на все линии метрополитэрных. Кстати, интересный факт. На станции Марина Рощи, большой кольцевой линии находится самый большой эскалатор в московском метрополитене, самый длинный эскалатор. И его длина составляет 130 метров, если мне не изменяет память. И на нем, вы видели видео Владимира Викторовича на канале ProMetro, на нем мы уже катались и снимали его. Да, Лиз? Вы же смотрели ролик про БКЛ? Конечно, смотрела. А если вы не видели ролик, то обязательно переходите на канал ProMetro и смотрите ролик про БКЛ. Он недавно выходил. Смотрите, Днил, вот ваше мнение, да? Мое мнение. Пишет по паншу девушкам не место в метро. Ну, я не соглашусь с этим, что девушкам не место в метро. Сейчас все профессии у нас доступные. Главное стремление, желание и ответственность. Любая профессия по силам. Потому что не только в метрополитене. Потому что девушки у нас не только в метрополитене, они сейчас у нас машинистами моторовагонного подвижного состава, именно электропоездов. Пригородных сообщений. Машинисты, локомотивов. Это работает на пассажирских дальних следов. Поэтому, я думаю, все профессии девушки необходимы. Ну, как по мне, девушки в нашем духу прекрасно справляются с поставленными задачами. И принимают, и сдают составы, и перевозят пассажиров. Да. Американья нет. Да. Я соглашусь. Все наши девочки молодцы. И, во-вторых, еще есть такое мнение, что не все девушки там могут выучиться. Но многие мужчины тоже не могут выучиться. Опять же, условия для всех равны при обучении, при практике. Ценят знания, а не то, какого-то пола. Знания, и усилия, и старания. Так, прибывает. Через 40 секунд. 81,775. Да. Мы тематически расследуем, как я понимаю, один перегон. На станцию Марьиной Рощи прибывает поезд 81,775, Москва, 2020. Состав тематический, большую кольцевую линию, различные факты внутри него, фотографии. А факты вам покажет наш оператор. За управлением электропоезда находится стажер-машинист. И машинист-наставник. Машинист-наставник. Так, что-то был, Феликс, что-то назовите пятью словами сейчас. Феликса, опиши пятью словами ЕЖ-3. Сейчас, даже не скажу сейчас. Пятью словами описать ЕЖ-3. Ну, не знаю. Первое, наверное, ностальгия, если сейчас кататься. Второе, это умиротворение. Не знаю почему, но у меня всегда такое. Третье, это красота в каком-то смысле. Для тех времен это была еще та красота. Так. Удобность. И последнее, даже не знаю. Просто долгая работоспособность. Я не знаю, как это по-другому. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Спрашивают, как девушки переносят падение человека на рельсы. А вы его добились? Но у вас вроде не было еще, да? У меня не было. У меня были ситуации, когда человек чуть не падал. Но спокойно вообще реагируешь на все это дело четко. Принимаешь все действия, чтобы ничего плохого не произошло. Я скажу так, я имела, мягко сказать, чтобы не распугать наших зрителей. В общем, работала я с такими людьми, которые падали, и не только падали, в общем, вы поняли. Ничего такого нет, ничего не ощущаешь. Ну, упадет, будем доставать, вызывать ПВС, действовать согласно инструкции. А что делать еще? Концидент. Вот это те составы, которые эксплуатируются в Харьковском, в Ташкентском метрополитенах. Тиристор на импульсном управлении. То есть, это Яуза в корпусе номерного. Угу, Яуза в корпусе номерного. Необычная. Ну, не могу сказать. Да, играет в метрострой тут. Давайте покажем. Нет, что делать. Держите сумку и снимайте. Книгу, пожалуйста, ваше телевизорное. Спасибо. Давай. Моя, я его раню. Я его раню. Боже. Благодарствую. Дорогие друзья, мы с вами покатились на всех типах подвижного состава, которые были сегодня представлены. Дорогие друзья, мы с вами покатились на всех типах подвижного состава. А стрим сохранится? Да, стрим сохранится обязательно. Всем спасибо за то, что были с нами. Большое всем спасибо. Мы можем ждать вас завтра. До встречи. Завтра мы после работы. Специально для вас. Поедем снова снимать. Да. После работы. После работы. И пойдем снова. Идите завтра. Спасибо большое нашим подписчикам, которые нас встретили. Помогайте, пожалуйста. Да, всем большое спасибо. Давайте сейчас проведем небольшое голосование. У нас с Африкой просто такая идея начать стрим с выставки, где стоит этот вагон 75-й. Если вы хотите, чтобы нам тут начали стрим, то пусть и печатают. Тогда мы расчет вам, чтобы немного разбавить стрим. Только, ребята, уважаемые, мы просто... Вот, если вы хотите попасть на данный результат, пожалуйста, не мешайте движению поездов. Потому что, когда вы подходите к краю платформы, вы пугаете не только нас, потому что мы боимся за каждого из вас, но также машинистов. Пожалуйста, будьте аккуратны. Спасибо. Спасибо за мою прическу. Делал ее сам, не поверите. И красился, и все, все, что можно делал сам. Данил, ваши впечатления понравились? Мне понравилось. Мне понравилось. А что больше тебе понравилось? Ежик! Ежик! Все. Ты что, уходишь от Климсан? Просто Климсан. Да. Москву мы встретим завтра. После завтра. После завтра. А сейчас, кстати, мы поедем снимать, пока вы сделаете еще на филоскопе, специально для вас. Давайте поедем. Давайте поедем, пойдем, снимем. Нет. Нет, не отскапка. Нет, не отскапка. Нет, не отскапка. Можно как-то поделить. А, ученик. Нет, это не отскапка. Ученик. Ребята, всем большое спасибо за то, что были с нами на стриме. Идите ко мне. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое. Спасибо большое. Так получилось. Один из них. Спасибо. Пусть была в снегу. И встретимся завтра. Пока-пока. До завтра. До завтра. До завтра опять. Пока-пока.